добрый вечер всем так я почему-то слышу себя и и себя и у вас как меня слышно немного сэха сейчас попробую это дело как-то изменить а сейчас и сейчас тоже с эхо а сейчас кажется я нашла включается всем добрый вечер сейчас уже лучше супер отлично рада громкненько громкий громкенько не тихенько можно чуть-чуть приглушить динамики зато точно слышно это уже вот так и наверное будет лучше меня видно почему ты так подумала хотя не по все отлично слышно все супер добрый вечер всех рада всем рада вас приветствовать самые стойкие которые умудрились и воскресенье вечером да да так с выключенным светом идеально все супер спасибо я просто вела предыдущую группу там свет нужен был рада вас видеть самым стойким который в воскресенье вечером после двухдневного такого фестиваля у вас хватает еще силы энергии вмещать себя место вмещать в себя информацию очень постараюсь чтобы информация была для вас полезна наверное еще несколько минут мы дадим для тех кто подключается сейчас кто включается и у меня к вам для тех кто пришли пораньше будет предложение небольшое перед тем как мы уже пойдем сами слайды сам материал а у меня для вас предложение раз уж вы пришли вот в это время да воскресенье вечер завтра начинается будни неделя подумайте пожалуйста какую максимальную пользу вы хотите получить от сегодняшней нашей встречи я большой большой сторонник о том что во многом определяет результат определяет намерение так вот какое намерение предлагаю вам создать намерение на нашу сегодняшнюю с вами работу для того чтобы эффективность времени которое вы затрачиваете эффективность времени которое вы инвестируете сейчас в себя было максимально а что в завтра записались ко мне 10 клиентов окей как вариант интересно постоянно ну хорошо я так вариант предлажу принято принято но я предложу например формулировку него не у не провervation что завтра записались ко мне 10 клиентов а как вам формулировка например настроить канал либо открыть канал либо обрести навык беспрерывного привлечения нужного количества клиентов но как-то вот завтра записали здесь клиентов это больше про рыбку я больше про удочку хочу найти свои финансовые блоки узнать пути их истранения окей хочу как можно больше найти своих блоков чтобы устранить рвануть на всех парусах своим финансовым целям круто очень сильно поддерживаю очень хочу понять где я где и как я блокирую финансы здорово да мне очень отвлекать чтобы до конца года настроить свой финансовый поток так чтобы закрыть все свои долги выйти на стабильный комфортный большой плюс отлично найти свои блоки разблокировать их на завжды несколько сейчас начну рушить ваши иллюзии ну не то чтобы прямо рушить это я задумалась правильно ли я выразилась не совсем правильная формулировка прорушить ваши иллюзии да но какой-то хочу научиться определять и трансформировать их вот это вот прям будет по поводу один раз и навсегда устранить все блоки мне важно это проговорить потому что если это иллюзия в которой люди многие которые очень многие люди ударяются возникает ощущение такого бесконечной какой-то гонки бесконечный вот хочу понять как действует что клиенты меня сами находили супер ольга вот это прям прям круто прям да это нам намного более как мне кажется эффективно чем просто найти на завтра 10 клиентов ну это мое субъективное никому не навязывалось 10 клиентов завтра важнее чем найти научиться действует так что принцесса меня находили так вот одна из иллюзий по поводу проработать один раз и сразу финансовые блоки один раз и навсегда вспомните пожалуйста видели ли вы когда-нибудь ладно не будем метафору не будем метафору ямы давайте возьмем метафору дома многоэтажки крутой многоэтажки хотя бы 16 хотя бы 16 этажей и вот среди человек на первом этаже каждый вы кто-то хочет на первом кто-то хочет на втором кто-то хочет на третьем неважно и думаю я хочу я хочу стать жителем не знаю там 10 этажа либо 16 этажа либо восьмидесятого этажа и ну мне придется наверное сейчас разгрести какие-то блоки метафоры да то есть открыть дверь выйти на лестничную клетку я знаю про лифт и про лифт поговорим потом открыть дверь выйти на лестничную клетку сделать какие-то усилия пройти по этим ступенькам зайти выйти с лестничной площадки и оказаться на втором этаже и вот эти вот все блоки до преодоление человек преодолевает и да он становится жителем второго этажа и вот эти вот блоки которые он преодолел между первым и втором этаже если он действительно стал жителем второго этажа да то эти все блоки действительно он преодолел раз и назад что один раз и навсегда но это не значит что он не встретиться с новыми сложностями когда попробовать перейти со второго на пятый и даже со второго на третий. На каждом уровне, на каждом переходе будут активироваться те либо иные блоки, которые, например, на предыдущих уровнях спали. Это важно понимать. Это не про то, я часто говорю своим клиентам, это не про то, что я сейчас проработаю один раз и стану миллионером послезавтра. Ну, если вам такое обещают, ну, посоветуйте мне, я пойду, да, пойду тоже поучусь, очень буду рада. Это есть некий путь, как капуста, поэтапно, абсолютно верно, но из хорошего. То, что мешало вам пройти, например, там, цифры условные ни к чему не привязаны, из тысячи долларов там, или из 500 долларов тысячи, из тысячи долларов там к двум, к трем, уже не будет вам встречаться, да. Будет что-то другое. Это капуста, это поэтапно, это будет, будет встречаться. То есть, ну, не сильно не про то, чтобы один раз и вот прям, прям на совсем навсегда. Так, хорошо, поехали дальше. Кто такой я? Кто такая я? Почему я люблю про это говорить? Почему я много говорю про деньги? Зовут меня Светлана Горбач, ну, в афише это было написано, вероятно, вы прочитали, раз выбрали самый ценный, на самом деле, единственный невосполнимый ресурс инвестировать во встречу со мной, за что вам огромное спасибо. Очень, еще раз повторюсь, очень постараюсь, чтобы эта инвестиция не прошла для вас даром, чтобы вы действительно вышли отсюда пониманием, что вы, ну, не зря потратили два часа воскресного вечера на общение со мной. Зовут меня Светлана Горбач, я психолог, я психолог на всю голову. Основное мое занятие, это я устраняю, синдром недо, самооценки в доходах, знакомо такое, да? Ощущение, когда недостаточно хорош, недостаточно профессиональный, чтобы ставить такие цены, недостаточно достоин, недостаточно уверен, недостаточно красив, недо, вот этот вот синдром недо, мой любимый, чем, в принципе, мы в основном и занимаемся. Понятное дело, что связь с вот этим недо и доходом абсолютно прямая, если человек внутри себя каким-то причинам ощущает недо, то и реализовать достаточные доходы достаточно сложно. Так, недостаточный профессионал, чтобы ставить такие цены. Часто встречающаяся штука чаще всего кроется в самооценке, а не в профессионализме. Из моего наблюдения как раз одни из самых крутых, то есть наиболее крутые профессионалы на каком-то этапе встречаются с вот этим ощущением недо. И почему, и благодаря этому ощущению во многом они становятся крутыми профессионалами, поскольку им постоянно нужно из этого ощущения недо, они постоянно занимаются повышением своего профессионализма. Я автор психологических бизнес-игр, я травмотерапевт, ну травмотерапевт про работу с шоковыми травмами, с психологическими детскими травмами. Я специалист по развитию эффективного бизнес-мышления. Не знаю, зачем я это написала, просто вспомню. Ну, то есть это, и это у меня есть тоже, я консультирую предпринимателей. И в общем и целом, наверное, если все это иллюзинировать, можно сказать, что я специалист в области благополучия, поскольку деньги, а я очень много работаю про деньги, про травм, ну, собственно говоря, самооценка и доход. Да, деньги – это скорее результат благополучия, деньги сами по себе никогда не про деньги, мы сегодня будем про это подробно разбирать. Давайте смотреть вообще, когда мы говорили метафору этажи, да, метафору уровень, этаж, как уровень материальный, уровень доходов, уровень жизни, дать немножечко терминологию, познакомиться с терминологией для того, чтобы было понятно, чтобы мы говорили с вами на общем, на одном языке, да. Финансовая емкость. Если мы остаемся в рамках метафоры высотки, где каждый этаж – это некий финансовый уровень жизни, да, этаж жизни, либо уровень жизни, то у человека вот эта вот финансовая емкость, этот коридор между полом и потолком будет пол, это минимум, минимум, который человек в любом случае себе обеспечит, который человек в любом случае будет получать. Некая минималка. У каждого она абсолютно разная. Если опять же вы вспомните дом, вы поймете, что чей-то пол для кого-то может оказаться потолком. минимум. Для кого-то минимум – это пособие по безработице, это пенсия, это для кого-то это стабильная заработная плата, для кого-то минимум – это пассивный доход, который в любом случае уже будет капать, либо литься, либо отеч, либо присутствовать каким-то образом в жизни человека. То есть сама цифра минимальная, она у каждого своя, и этот минимум чем-то, чем-то обеспечивается, да? Как вы думаете, чем? Дайте идею, чем может обеспечиваться минимум человека. Это тот уровень, ниже которого человек на этом этапе жизни не просаживается. То есть вот это в любом случае у меня будет. Как вы думаете, чем может обеспечиваться минимум? Еда. Сразу говорю, что это провокационный вопрос. Сразу говорю, да, что это провокация. Как жили родители отчасти? Ответ может не понравиться. Да, и я заранее не то, что прошу прощения, я буду говорить вещи, которые могут мне нравиться. Прожиточный минимум на сейчас, как сама себя ценю. Да, Екатерина, да, как я сама себя ценю. Минимум, минимум, это не нравится, когда я об этом говорю, но это правда. Минимум обеспечивает, обозначается, обеспечивается достоинством. То, насколько я внутри себя ощущаю достойным. Слышали такое выражение? Это ниже моего достоинства. Для кого-то ниже достоинства внутреннего ощущения. Понятно, что за этим стоит три базовых страх, стыд, вина. То как, да, то, на чём базируется, то, на чём подшатывается достоинство. Но вот этот вот минимум пол – это то, насколько я сама себя ценю наедине сам с собою. Не то, как я позиционирую себе другим. Не то, как я говорю о том, что мы там гордые, но бедные. Не то, как я говорю о том, что там дёшево, но чистенько. Да, это то, насколько человек сам внутри себя, наедине сам с собою, когда никто не видит и даже не подслушивает мысли, на что он готов согласиться. И вот это то, что обеспечивает его минимум. Кто-то говорит, что ездить в общественном транспорте ниже моего достоинства. И этот человек вряд ли будет ездить в общественном транспорте. Только если он это говорит из состояния зазнайства, превосходства, высокомерия, вот вспомнила слово, тогда да, есть вероятность, что ему там легонечко дадут шелбан по носу, чтобы почувствовал, как это. Но в общем и целом пол определяется то, насколько я сам себя ценю. Далее, потолок максимум. Это тот максимум, который человек сможет заработать, получать путем оптимизации деятельности. Путем оптимизации деятельности. То есть стать более производительным, повысить производительность труда, где-то снизить себе стоимость, увеличить маржинальность, найти лишнюю дополнительную работу, поднять, возможно, если хватит самооценки, поднять стоимость и так далее. Вот то, что человек может в рамках своей деятельности улучшить, взять бизнес-консультанта, пойти к поучу, который будет им задавать вопросы. Максимум, на который он может прийти, это потолок. Разница между полом и потолком, коридор, собственно говоря, остаемся в метафоре дома, либо еще это называют финансовой емкостью. По сути, финансовая емкость – это все то, что человек может присвоить себе и монетизировать. Присвоить и монетизировать. Внимание! Все знания, навыки, скиллы, навыки, скиллы, все умения, все образования, все таланты, все взаимосвязи, все ресурсы – вот это вот все обеспечивает человеку его финансовую емкость. Но вы можете мне возразить, я практически уверена, что здесь таковых будет достаточно, потому что это очень часто встречающаяся история, особенно у профессионалов, особенно у профессионалов. Когда у человека знаний, навыков и умения много, а монетизация этих знаний, навыков и умений небольшая, и это про то, что человек не присваивает себе свои заслуги, не присваивает себе свой профессионализм, не присваивает себе все те знания, навыки, которыми уже обладает. Знакомы ли вам, поделитесь, пожалуйста, ситуации, когда вам нужен еще один сертификатик? Я не обесцениваю сертификат из сама такая часть. Знакомы ли вам, когда вам все время вот это вот ощущение, что вот еще на вот эти курсы пойти, вот еще вот этот проект, и еще вот этот проект, и вот там интересно. Ох, плюсики побежали. Сама такая знать, да? Здесь очень важно одно правило, я о нем периодически говорю. Вот найти этот баланс между еще один сертификатик, это же все дело в самооценке, да, это все дело в возможности присвоить себе свои заслуги, свой профессионализм, либо не присваиваются, да, либо, ну, с ощущением, и вот тут вот мне недостаточно. Это я вообще нет монетизации. Да, смотрите. Это все... Смотрите, когда мы идем и учимся, мы, потому что я тоже постоянный студент, постоянно где-то еще чему-то учусь, и в целом считаю это окей. И да, возможно, вы сейчас услышите некое противоречие в том, что я говорю, но у меня есть одно золотое правило. Я должна четко понимать, я хочу этим правилам поделиться, четко понимать, как именно я монетизирую этот обучающий, отличительной проект, как именно я его монетизирую, и я не покупаю следующий проект, я не вкладываю дальше деньги, пока не отбила предыдущие. Кроме, единственное, что у меня может составлять исключение, это терапевтические проекты. Я разделяю для себя обучающий проект и терапевтический проект. Вот это я разделяю, потому что иногда именно терапия необходима для того, чтобы присвоить все те навыки, все те знания, информацию, которые уже обладают. Это все дело в самооценке, это все дело в невозможности по разным причинам, причины мы сейчас посмотрим, присвоить себе уже имеющиеся невозможности. Почему? Потому что каждый раз возникает внутри ощущение, что я не до, и это не до, мы как будто бы пытаемся восполнить каким-то, вот еще вот этот сертификат, и это до появится. Появляется сертификат, сертификат появляется, а до не появляется. И возникается, сейчас будем говорить про это, Мария, как их присвоить. Ну, я сейчас рискую, конечно, урулить немножечко от темы в историю травмы, поскольку не присваивание, ну, мы будем говорить сейчас об этом тоже, поскольку не присваивание себе своих, да, появляется, но ненадолго, да, тоже вариант, когда появляется, но ненадолго, да. Невозможность присвоить, либо появляется, но ненадолго, это следствие какого-то травматического опыта, когда есть навык обесценивать себя, когда в травме, в каком-то травматическом опыте вашего чаще всего детства, хотя иногда это и родовые истории, есть опыт, и формируется навык, когда понадобилось себя обесценить. И вот эта вот часть себя, которую когда-то была обесценена, она продолжает функционировать с этим же эффектом постоянного обесценивания себя и своих достижений. Так, вот интересно, мои ступеньки появляются от решенных задач, чем сложнее задача и классное решение, тем увереннее и смелее я становлюсь. Ну, круто, тогда здорово. Супер. Это хороший вариант, когда мы, преодолевая определенные сложности, получаем навык и ценим себя за этот навык. Один момент вспомнила организованная, которая не сказала вам врача. Я там буду просматривать все ваши комментарии. Если у вас есть вопросы, где-то здесь есть, вижу, у вас есть вкладочка «Вопросы», и вопросы хорошо бы писать там, для того, чтобы я могла после сегодняшнего нашего общения по всем вопросам подряд ответить. При этом на комментарии, конечно же, мне ваши интересы, я буду обращать внимание на комментарии. Далее. Возвращаясь, возвращаясь, да, возвращаясь про то, как это присвоить и что происходит, когда человек, что происходит, не так, по какому алгоритму происходит это присвоение, по какому алгоритму человек, по сути, перемещается по этим ступенькам с первого на второй, со второго на третий и так далее. Любой практический запрос, любое практическое действие в течение дня вы реализуете, в течение дня, месяца, лет жизни, вы реализуете любой через шесть этапов творения. Вот эти вот шесть этапов, которые сейчас у вас на экране появились. Давайте разбираться. Первый этап – это этап захотеть. Тогда, когда человек сидит и понимает, что он хочет, хочет настолько, что готов встать, потому что есть, я сижу на попе ровно и хочу, ну, я могу продолжать ходить. То есть, знаете, есть такие хотелки, а есть, когда я хочу на уровне намерения. Если я хочу воды, я беру, да, то есть я моего хочу, в моем хочу достаточных ресурсов, чтобы дотянуться до чашки, в моем хочу достаточных ресурсов, чтобы подняться с того места, где я сижу, в моем хочу достаточных ресурсов, чтобы начать движение. Многие люди, на самом деле, не хотят ограничивать легкими хотелками. Да, не желают ограничивать легкими хотелками по разным причинам. Одна из причин, потому что пока я сижу на попе ровно и ничего не хочу, то мне окей, я могу сидеть, продолжать на попе ровно, ничего особо не хотеть, наблюдая, как жизнь проходит мимо меня, например, или о том, как жизнь со мной случается. Если я соглашусь с тем, что я чего-то хочу, я попаду в состояние гэпа, в состояние такой развилки, потому что либо мне надо будет напрячься и привстать, и задать некий вектор движения своего, либо мне надо будет продолжать сидеть на попе ровно с ощущением недостатка, с ощущением, что у меня нет того, чего я хочу, и это неприятно. Одна из причин, почему люди не разрешают себе хотеть. Можно, конечно, рассуждать и говорить о том, что, в принципе, желание, навык хотеть детям достаточно часто выключают в детстве, и этот навык желать, навык хотеть, он отключен еще в возрасте до полутора лет, а иногда до четырех лет, в зависимости от того, в какие семейные истории человек попал. Но, по сути, один первый этап – это захотеть, второй этап – это позволить. Позволить – это разрешить себе, это иметь, согласиться с тем, что я имею право этим обладать, я имею право заявлять о своей потребности в этом. Будь то деньги, будь то что, будь то ни было еще, хотя, еще раз, мы сегодня про деньги, я чаще всего работаю про деньги. Следующий этап, третий – притянуть. Притянуть, мой любимый этап, это, по сути, создать ту самую структуру, через которую, если мы про деньги, эти деньги придут в мою жизнь, монетизируются, материализируются. Создать эту самую структуру. Это поднять стоимость услуг, например, если нужно поднять. Это запустить, открыть какой-то проект, это запустить какой-то новый бизнес, это прийти к шефу и попросить прибавку, да, сказать, что мне нужно повышение зарплаты, обосновать этот при этом. Это выстроить канал привлечения клиентов. То есть это какие-то очень понятные, очень конкретные действия в физическом, материальном проявленном мире, которые будут приводить к увеличению доходов, которые будут приводить к увеличению доходов. Важно понимать, очень важно, что когда мы говорим про увеличение доходов и про блоки, это всегда самолет, это всегда два крыла, всегда. И в эту ловушку попадают многие, поскольку кто-то делает большой акцент на правое крыло, правое крыло – это вот эти вот понятные физические, это рациональное, да, это выйти и сказать, там, сегодня, завтра у меня мастер-класс, послезавтра у меня игра, а я продаю вот такие-то сумки, да, а я дизайнер такого-то стиля одежды, а я, не знаю, там, делаю перевозки, да, то есть заявить, еще не заявить о себе, но сделать какие-то действия, может быть, в том числе, заявить о себе, сделать какие-то действия, которые позволят эти деньги вам материализоваться. Это правое крыло. Левое крыло – это, собственно говоря, все психологические блоки ограничения, когда мы взаимодействуем с деньгами как с энергией, пропал звук, слышно ли меня? Так, у меня вроде показывает, что все, Екатерина, есть, есть звук? Уже окей, не знаю, что это было, вроде бы совершенно ни к чему не прикасалась. Супер, хорошо, поехали дальше, я даже почти не успела испугаться. И левое крыло – это те самые внутренние процессы психологические, внутренние либо блоки, либо коридоры, через которые можно пройти, которые позволяют нам выстраивать тот уровень дохода в жизни, который хочется. Далее, это третий уровень – притянуть. Далее, четвертый уровень – усвоить. Усвоить – это не слить, это иметь возможность интегрировать. Кто-то сливает деньги, кто-то сливает возможности. Это про слив, либо не слив, да? Как сливаются деньги? Достаточно просто – получили деньги, работали, работали, получили чуть больше денег. Один из вариантов – пошли прогуляли. Знаете, такое есть, когда экономишь, 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 а потом так устаешь, экономишь, что просто… И все идет чуть ли не под ноль. Потом сидишь и чешешь где-то там в районе затылочной кости и серии, что как же так, я это все так потратила. Один вариант слива. Другой вариант слива – экономишь, 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 получаешь чуть больше денег, машина ломается, не дай бог, да? Не знаю, там стиральная, например. Родственник, чтобы все были здоровы, заболевает, и оказывается такая большая необходимость эти деньги кому-то отдать. Либо вкладываются во что-то, и это все дело благополучно сливается. Это слив денег, да? Либо слив возможностей. Когда приходит, вам приходит возможность, а вы по какой-то причине либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь. Звук есть? Не очень понимаю. У меня остается… у меня тот же интернет, тот же есть. Удивительно, потому что интернет у меня явно стабильный, ну, как-то я вот не очень понимаю, что мне с этим делать. А если… Катерина, если вы мне посоветуете, что делать, я с большой радостью и удовольствием сделаю. Что видео хорошо. Я с радостью сделаю то, что можно сделать для того, чтобы… Я тут, видите, начинаю двигать компьютер, как будто бы от этого зависит. Спасибо большое, Лилия, сейчас все хорошо. Ну, так, создаем намерение, чтобы и дальше было хорошо меня слышно. Хорошо, поехали дальше. Так вот, четвертый этап – это усвоить, да, это не слить. Кто-то сливает деньги, кто-то сливает попросить поле в дружелюбности. Просим поле в дружелюбности. Кто-то сливает возможности, да, например, не знаю, вы договариваетесь о чем-то и почему-то начинаете саботировать и не делать, да, там, не выполнять договоренность. Например, договорились, что я там пришлю план мастер-класса к послезавтра, и послезавтра вспомнили о том, или послепослезавтра вспомнили о том, что план мастер-класса не прислали. Как вариант, да, я, ну… Меня очень часто смотрят коллеги, поэтому я много привожу примеров таких коллегиальных. Это, однако, не значит, что это работает только на коллег. Это работает в принципе. Следующий этап, пятый этап – это проявить. Проявить либо проявиться. Вот пятый этап, четвертый, он такой двухсторонний, да, то есть с одной стороны сливаются деньги, с другой стороны сливаются возможности. Каждый мастер сливает то, что он хочет. Пятый этап, он тоже двухсторонний. Он проявиться, он проявить для себя и проявить себя. Что значит проявить для себя? Это тогда, когда человек повышает свой пол. Вспоминаем. Тогда пол, помните, да, минимум, когда человек повышает свой пол. Если мы говорим, если мы вспоминаем, например, лифт в этом здании, то лифт как движется? Он движется, если там уже отойти от метафоры лесенки, он движется вверх, но при этом не просто потолок повышается, растет пол. Так вот проявиться – это про поднятие пола, про такие, называют их сильными решениями, да, когда я, не знаю, на общественном транспорте больше не езжу, все, точка. Да, даже вот, ну, как угодно, но только на такси. Либо как угодно, но только на своей машине. Либо я покупаю там только-только в этой сети магазинов. Либо это тогда, когда человек уже по чуть-чуть начинает вырастать и устраивает себе финансовую растяжку. Начинает приучать себя к повышенному качеству жизни, к повышенному качеству услуг, к повышенному качеству товаров, которые он приобретает. Это проявить для себя, когда чуть-чуть уже получилось, и нужно еще себя дотянуть. Это только кажется, что очень, что вот, вот пусть у меня появятся деньги, и тогда я начну. Очень часто это сказывается достаточно сложной задачей, очень часто это оказывается достаточно тяжелым испытанием, заставить себе позволить больше. И при этом так, чтобы жаба не задавила, и при этом не скатиться в транжирство. Вот этот вот баланс. Это одна сторона этапа. Вторая сторона этапа – это проявить себя. Это заявить о себе. Это выйти в мир и сказать, народ, у меня для вас вот столько вкусного. У меня для вас – это выйти в социум и заявить о желании вступить в обмен. Если мы говорим о том, что деньги – это энергия, мы говорим о том, что деньги – это энергия, тогда логичный вопрос, подсказываемый логикой, а что это за энергия? Вот как вы думаете, что это за энергия? Вы уже сегодня слушали наверняка вчера и сегодня два дня крутого фестиваля. Наверняка вы не первый мастер-класс, на котором вы слушаете про деньги, я так предполагаю. И когда вы слышите, что деньги – это энергия, Какая это энергия? Это вы слышите про коридоры, про поднять уровень энергии. Какая это энергия? Что это за энергия такая, денежная энергия? Она о чем? Обмена, щедрости. А щедрость это про что? Не будем долго. Обмена, это энергия обмена. Щедрость тоже энергия обмена. Щедрость это тоже про изобилие. Деньги не всегда, это про изобилие, это часто про достаток, чем просто про изобилие. Но это и энергия изобилия, она тоже откуда-то рождается. Она не рождается. В чем рождается энергия? Вот в чем рождается энергия денег? Если вы вспомните историю возникновения денег, а сейчас некоторые говорят о том, что деньги выходят на уровень новой такой стихии, в чем рождается удовольствие? Энергия, вот щедрость, удовольствие, изобилие, радость, и все круто. Где это рождается? Там был ответ правильный. Это все рождается избыткой любви. Где это рождается? Как оно проявляется? Я могу любить, я могу любить своих детей совершенно прекрасным образом, не факт, что это про деньги. Коллеги, друзья, я могу любить себя, не факт, что это про деньги. Это следствие, да, ну, как бы это помогает мне, любовь к себе, либо любовь к ребенку имеет косвенное отношение к деньгам, точно да. Достоинство так же самое. Это косвенно то, насколько я позволяю себе этих денег. Благодарности косвенно. Был правильный ответ. Это энергия обмена. Это энергия обмена с другим человеком. Смотрите, если вы вспоминали, вспомните, я буду поглядывать на часы. Если вы вспомните историю, и благотворительность тоже, это все следствие, это все следствие. Изначально деньги рождаются в обмене. Вспоминаем историю, по-моему, пятый класс, если я не ошибаюсь, как родились деньги. Сейчас идут разговоры, следи некоторых специалистов, я слышала, ну, для меня, я не то чтобы участвовала, я больше слушала, что была новость для меня, а то, что деньги выходят уже на уровень стихии. Как бы их мощь такая, давно уже один из самых мощнейших эгрегоров Земли, но в отличие от большинства существующих энергий, ветра, солнца, воды, стихии, вот этого вот всего, деньги – это то, что создал человек. Если все остальное это создал не человек, человек в это был привнесен, и с этим был познакомлен, то деньги – это то, что создали сами люди. Как создались деньги, естественно, формула денег. Сейчас, когда я говорю формула денег, большинство экономистов видят деньги, товар, деньги. Но это другие деньги, это деловые деньги. Есть детские деньги, родовые деньги, семейные деньги, взрослые деньги, деловые деньги. Это чуть-чуть в сторону, может быть, успеем, коснемся этого, виды денег. А если говорить про естественные деньги, естественная формула первая, то это был натуральный обмен, который потом для того, чтобы облегчить натуральный обмен, придумали люди деньги, да, когда один человек выращивал морковку, другой помидорку, им нужно было как-то поменяться, им было неудобно выяснять, что дороже морковка или помидорка, они придумали эквивалент обмена. По сути, естественно, формула денег – это товар, деньги, товар, а если расширить эту картинку, расширить ее немножечко, за каждым товаром стоял человек, был человек, который вложил энергию в эту морковочку, и с другой стороны стоял человек, который вложил энергию в эту помидорку, и они, хотите, ну, просто мне почему-то на овощах приятнее, чем там на шкурах животных, да, но в эти товары была вложена энергия, и когда люди обменивались, они обменивались не просто морковкой и помидоркой, они обменивались той энергией, которую вложили в выращивание этих продуктов. И вот на стыке обмена энергиями людей зарождалась энергия обмена, которая потом постепенно пришла и стала энергией денег. И каждый раз, это важно запомнить, почему? Потому что каждый раз, когда мы говорим об увеличении дохода, важно понимать, что за этим стоит. Каждый раз, когда мы говорим об увеличении дохода, по сути, мы говорим о готовности увеличить свой обмен с другими людьми. И это проявиться, и это заявить о себе, это выйти в социум и сказать, я готов к обмену, я готов меняться, у меня есть для вас вот такие-то блага, да, я готов меня к обмену, мои блага стоят такое-то количество денег. Вот это про проявиться. Дальше все остальное – достоинство, благодарность, благотворительность, изобилие, радость, удовольствие – это сопутствующие и усиливающие энергии, которые сопутствуют и усиливают. Я очень про благотворительность. Опять звук. Ну, я могу пока рассказать анекдот, пока пропадает звук. Звук пропал. Екатерин, я в упор не знаю, от чего это зависит. Совершенно. Могу, не знаю, нести какую-то ахинею, чтобы было… То есть я буду нести какую-то ахинею, чтобы было закрыть все, кроме окна вебинарового. Закрыто все, кроме окна вебинарового. Ну, вот давайте я еще вообще вот прям все-все-все. Скайп закрыт. Закрыто все. Вот последние пару окон, которые были, дозакрыло. Уже появилось. Так. Ага, появился. Сейчас все суперотлично. Значит, для тех, кто меня не слышал все это время, я несла ахинею. Я говорила о том, что как только буду понимать, что звук пропадает, буду нести какую-то ахинею, дабы важный материал не был упущен. Поэтому вы ничего не пропустили. Угу. И каждый раз, когда будет пропадать звук, вы будете видеть, что я говорю, но не заморачивайтесь, несу ахинею, чтобы просто можно было тестить, что когда я что-то говорю, слышно. Так, когда звук будет возвращаться, будем возвращаться к теме. Ну, для того, чтобы не было переживаний, что что-то важное пропущено. Угу. Спасибо, Екатерина. То есть, ну, я сейчас, да, просьба вот вам, как только вдруг какие-то неполадки в звуку, вы пишете, я начинаю нести бред. Ну, не бред, а что-то какое-то пустое. Окей. Да, поэтому проявиться и увеличение доходов – это всегда про увеличить обмен в социуме. Благотворительность – это что такое? Я увеличиваю обмен в социуме, я начинаю давать больше, чем пока получаю. Да, по сути, что такое благодарение? Это обмен с превышением. То когда мы уже начинаем обмен с превышением делать не только с людьми, с которыми взаимодействуем, а полностью выходим на обмен с миром, вот это благотворительность. Я начинаю давать чуть больше, чем я получаю. Я выхожу в обмен, я увеличиваю обмен, да, и это, понятное дело, возвращается. Звук. Начну скоро вспоминать анекдот про трех поросят. Ну, просто я не знаю, что теперь делать. Про проявиться теперь я все поняла. Окей. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Надеюсь, что в самое ближайшее время звук все-таки проявится. Может быть, перезагрузиться полностью попробовать? Ну, могу перезагрузиться. Есть звук? Будем устраивать голосование перезагружаться или не перезагружаться, или не тратить на это время? А, коллеги, которые меня смотрят, вопрос появился. Сейчас пока не будем, да, то есть будем играться со звуком. Звук все супер, теперь все есть. Ага, есть звук. Ну, погнали дальше. Не перезагружаться, не тратим время, ну, значит, играем вот в такую игру. Как только пропадает звук, я говорю про трех поросят, потому что первое, что вспомнилось. Поехали дальше. Это про проявиться, да. Еще раз, проявить для себя. Это важно. Почему важно проявить для себя? Во-первых, это финансовая растяжка. Во-вторых, даже когда у человека получается, а он не позволяет себе большего, то он не выстраивает обмен с собой. Проявить... Сейчас отвечу, Татья. Проявить повышенный уровень для себя – это увеличить обмен с собой. А проявиться для других, для социума, заявить о себе – это выйти в социум и заявить, да, об увеличении обмена с социумом. Является ли благотворительность сливом? Нет, категорически для меня это... Ну, в моей картинке мира это категорически не является сливом, но важно понимать некоторые моменты. Важно понимать, из какой точки... Это мое субъективное, не претендую на истину последней инстанции. Очень важно понимать, из какой точки вы идете в благотворительность, да, из какой точки внутреннего состояния содержания человек дает, идет в благотворительность. Благотворительность является благотворительностью тогда, когда она из позиции «спасибо, что мне есть что дать». Это мое субъективное. Есть ли благотворительность из позиции «жертвы», есть ли благотворительность из позиции «самоутверждения», есть благотворительность из позиции «мести». И это не является благотворительностью, как по мне. Это манипуляции. Сейчас объясню, про что я говорю. Да, можно повторить предыдущую фразу «проявить» и «проявиться». Проявить повышенный уровень жизни. Это тогда, когда я говорила, что увеличивать себе повышенный уровень качества товаров, повышенный уровень качества услуг, повышенный уровень качества жизни – это увеличить обмен со собой. Ну, я сама с собой-то, я же себе забочу, я сама с собой делаю обмен. Я сама с собой договариваюсь, что вот сейчас, да, Светлана Борисовна, любимая, ты работаешь, а зато там через два часа у тебя будет, не знаю, там, шашлык в камине, да, там, с какими-то вкусняшками дополнительными. Это обмен мой с собой. Вот я сейчас работаю, а там после восьми запланирован, не знаю, там, мяско в камине. Да, это то, что я позволяю себе. Вот сейчас я делаю вот это, а потом я себе там куплю вот это. Ну, к примеру, я сейчас утрирую, да, я делаю с собой обмены. Я затрачиваю свою энергию на работу, да, как бы я ее сильно не любила, а я ее люблю, но вместе с тем я затрачиваю энергию, когда работаю. Это, ну, понятно, да. На каком-то этапе кажется, может быть, что найди любимое место, и ты не будешь, любимое дело, и ты не будешь работать ни дня, да. Но энергию, даже если я занимаюсь очень любимым делом, я энергию затрачиваю, да. И я затрачиваю, и я что-то даю себе, помимо того, что я... Это просто трэш какой-то. Звук, 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 звук вижу. Ну, вижу, вижу, читаю, звук, да. Сейчас подождем, появится опять. Еще раз, перезапуститься могу. Такого у меня, конечно, не было, но вот так пока что. Значит, говорю, 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 звук, звук, звук. Есть, бинго, ура, появился, погнали дальше. Так вот, есть обмен с собой, а есть проявиться, это обмен со социумом, когда я иду в обмен в социум. Это было про проявить для себя и вовне. Я обмениваю социум, я даю блага социуму и получаю от социума деньги, да, как эквивалент обмена, потому что за этими деньгами тоже стоят та энергия, которую люди вложили, чтобы эти деньги заработать и дать их потом мне. То есть мы, по сути, идем в обмен, мы меняемся энергией, и в этом получаются деньги. Это про проявить. Теперь про благотворительность. Благотворительность в моей картинке мира не может являться сливом, если она благотворительность, а не манипуляция. Я наблюдала, как благотворительностью прикрывают манипуляции, и потом удивляются, почему я деньги на благотворительность даю, а мне они не приходят. Так вот, когда деньги на благотворительность идут из позиции жертвы, героизма, самоутверждения, превысокомерие, вылетело слово такое правильное, а неправильное не очень хочется употреблять, превосходство, вот, превосходство, мести, то это не является благотворительностью, и это обесточивает, это будет слив, да, это будет обесточивать. Если вы даете на благотворительность позиции спасибо, что мне есть что дать, а при этом, если вы еще делаете кофе-медитацию, вы наверняка слышали, ну, не может быть, что вы, находясь на фестивале Марины и Алексея, не слышали, что такое кофе-медитация, да, и при этом вы делаете кофе-медитацию, то это точно не слив, это засев шикарных семян, да, которые точно потом, это и есть увеличение обмена. Окей, дальше, измениться, измениться, последний шестой уровень, боже мой, как быстро летит время, что же такое? Последний шестой уровень, шестой этап, да, это когда ваши новые результаты перестают быть новыми. По сути, по сути, хотел, цифры условные, ни к чему не привязанные вообще. Да, человек зарабатывал тысячу долларов, хотел три, например. Работал-работал над собой, получил три, такой, а-а-а, ура, круто-круто-круто получилось, здорово, следующий месяц три, опять ура, опять круто получилось, следующий месяц три, опять ура, опять круто получилось. Не приходит состояние, что ты, ну, окей, это не ура, это не круто-круто, это спасибо, благодарю, окей, теперь можно хотеть дальше. Теперь можно хотеть шесть, либо девять. ну, там, 6, 7, 8, 9, не суть важна. Вот это вот не приходит состояние о том, что это окей для меня, я живу на этом уровне, я живу из такой суммы, да, из этой суммы я отчисляю на благотворительность, из этой суммы я, ну, и так далее. Вот эти шесть этапов. Что я предложу вам сейчас, да, чтобы вы не были просто послушали теорию, хотя мне хочется верить, что теория тоже для вас полезна. Есть несколько простых совершенно способов. Так, для кого-то, возможно, кто-то достаточно верит кубику, если у кого-то из вас есть рядом под рукой любимый кубик, наигранный, намоленный, то, что отличненько взяли кубик. У кого нету кубика, но знают мускульный тест, делаем, да, выпили водички, сделаем мускульный тест. Я предложу вам, вы же в самом начале загадывали, да, ну, как бы планировали, какую пользу вы хотите, перед тем, когда, секунду, таким не пользуюсь. Ну, смотрите, есть вариант мускульного теста, есть вариант кубик, что у нас тут. Можно проверить, классуют почему-то, прыгают, да, можно проверить просто, на каком этапе в контексте вашего намерения вы находитесь. Как вы проявляете, помните, я говорила, что вы прокатываете многократно все эти шесть этапов в течение дня. Поехали. Вы хотите в туалет? Вспоминаем ситуацию, когда вы хотите в туалет, или хотите кофе, или что-то еще не суть важное, да. Первое. Вы признали себе, что такие, ну, давайте берем туалет, например. Вы сидите, слушаете сейчас меня, и такой, кажется, я таки хочу в туалет. Или, ну, альтернатива, кажется, я таки хочу кофе, например, или воду, или что-то еще, да. Первое. Захотеть. То есть вы таки признали, что такие, я таки, ну, так хочу, что, в принципе, я бы даже уже побежал. Будь то кофе, будь то туалет, не суть важна. Второе. Это первый этап – захотеть. Вы согласились с тем, что вы хотите. То есть в момент, когда вы согласились с тем, что вы хотите, у вас есть выбор. Либо продолжать сидеть и хотеть, но не иметь того, чего хотите. Либо встать и… Ну, тогда встать. Следующее, да, а вам уже можно или нужно подождать? Это вот проразрешить себе, да. Я хочу, я таки побегу в туалет сейчас, или я уже свет дослушаю, а потом побегу. Я разрешу себе сейчас или сейчас нет. Или вы общаетесь с собеседником, ходите в туалет, и вы думаете, я могу сейчас побежать? Или, ну, там, прервать беседу и побежать, да. Либо я как-то уже, ну, как некрасивенько. С компьютером побежит, как вариант, между прочим, да. Или как-то некрасивенько. Прервать беседу и побежать. Ну, вот это вот разрешить себе. Или кофе, да. Я сегодня уже пил кофе? Блин, я уже сегодня пил кофе. Ну, вторая чашка кофе на ночь, наверное, не разрешу себе. Этап – разрешить. Да. Дальше. Вы можете дойти до туалета? Ну, чисто физически, да. Или до кофемашины, например, сделать себе кофе. Да. Этап – дойти. Физическое действие, проявленное во внешнем физическом мире. Дойти ножками до туалета или дойти ножками до кофемашины. Я не знаю. На крючке кофемашину там на веревочке подтянуть себе. Сказать кому-то, чтобы кофе сделал. У меня выпал четвертый. Интегрировать, усвоить. Мы еще не добежали. Да. Четвертый. Интегрировать, усвоить. Сейчас добежим. То есть четвертый. Да. Третий. Попросить, если про кофе. Например, я сижу, но у меня есть кто-то, не знаю, сотрудники в подчинении, любимые домашние рядом, которого я могу попросить сделать мне кофе. То есть я делегировала, да, какое-то действие. Ну, делегировать, сходить в туалет, конечно, будет сложнее. Тут уж придется как-нибудь самим. Это третий этап. Я приготовила воду на время эфира, кофе пила ранее, туалет между эфирами, все структурировала. Да, ну, смотрите. Окей. Это как пример, как вы откручиваете этапы, да. То есть вы подумали, что я захочу воду, поэтому воду приготовила заранее. То есть третий этап. Первые два проскочены, потому что, ну, они, их было легко. Третий этап был приготовлен заранее, да. Далее. Четвертый этап – не расплескать по дороге. Будь то кофе, да, не расплескать, сделать и не расплескать. Будь то туалет добежать и не расплескать по дороге. Простите за… ну, просто очень явно и быстро доходит. Становится понятно. Да, что значит не расплескать, да. Будь то вода, когда приготовленный уже стоит, не… ну, не расплескать, не слить. Сделать первый глоток или не глоток, смотря на чём примере мы это дело рассматриваем. То есть, по сути, проявить для себя, да. И получить удовольствие, стать тем, кто кофе уже выпил. Когда я кофе либо воду уже выпила, либо в туалет уже сходила и вышла оттуда, довольно счастливая, что у меня всё получилось. Простой пример, как вы отматываете эти шесть этапов творения практически всё время, на протяжении всей своей жизни в разных совершенно контекстах, да. Если есть желание и возможность. Не буду сейчас долго останавливаться на мускульном тесте, но как вариант можно проверить. Ещё раз. Кто-то хочет кубиком, кто-то хочет мускульным тестом. Проверить, на каком этапе в контексте вашего намерения вы находитесь сейчас. И подумать, как это проявляется в вашей жизни. У вас под конец сегодняшней нашей встречи будет таблица, да. Буквально таблица, что можно выяснять по этой таблице, где вы находитесь, где основной затык. Приходится признаться, что иногда этих затыков бывает несколько, а не один. Но один, как правило, ключевой, самый-самый. Так, что у нас тут мне показалось, что тут что-то мигнуло или не показалось? Не, показалось. Поехали дальше. На каждом этапе, да, из вот этих вот, видно вам, да, видно, есть определённые блоки, которые мешают этот этап пройти. Которые мешают этот этап пройти. Их восемь основных, их восемь основных. Идентичность, мы сейчас пройдём по каждому. Идентичность, проекции, травмы, лояльности, переплетения, вторичные выгоды, убеждения, ассоциации, инкарнационный заряд. Восемь основных типов блоков, которые находятся в бессознательном, да, которые, с которыми мы бессознательно встречаемся и останавливаемся, не переходя на следующий этаж, не переходя на следующий уровень. Что такое идентичность? То есть они, по сути, для чего я сделала такую табличку, да, вы можете определить. Напишите, пожалуйста, кто знаком с мускульным тестом? Мускульный тест, он же кинезиологический тест. Самый простой вариант. Он же, мне казалось, что я делала этот, он же можно сделать через пространственные маркёры. Знакомы, незнакомы, знакомы, знакомы. Давайте я немножечко расскажу, и вы сможете впоследствии действительно очень точечно определить, что наиболее важное, что наименее важно, да, как можно проверить. Значит, для тех, кто знаком, слышал, но не пробовал. Смотрите, мой вариант. Идея мускульного теста в следующем. Наше тело, оно напрямую связано с бессознательным. Поскольку я очень много работаю с телом, и когда я работаю в терапии шоковых травм, я работаю в основном с телом, да, поскольку в тело вытесняется всё то, что вытесняется из памяти, и тело, ну, в моей картинке мира, тело – это проекция бессознательного во многом, да, то тело знает, что является истиной, что не является истиной, даже если наше сознание как-то не очень знает. Когда тело произносит истину, мышечный тонус в норме, да, и он выдерживает напряжение, легче выдерживает напряжение, чем когда тело произносит ложь. Когда тело произносит ложь, она же не истина, мышечный тонус падает, и сопротивление выдерживать сложнее, да. Мышечный, мускульный тест может не работать в двух, из двух самых часто встречающихся причин, там бывают ещё, но две самые часто встречающиеся. Это недостаточно воды, ну, человек просто, ну, попить воды надо, да, это первый. Второй человек не находится в теле, человек вылетевший, ну, то есть где-то не находится здесь и сейчас. Поэтому, чтобы сработал мускульный тест с большей вероятностью, нужно прохлопать тело, да, пошевелить пальцами ног, посмотреть по сторонам, почувствовать себя в теле, сказать, я здесь есть, я буду здесь, если давно не пили, сделать несколько глотков воды и сделать примерно следующее, соединить пальцы, ну, это один из вариантов, их много, захотите, потом погуглите, выберите свой удобный, да, два пальца соединены, третий палец пытается разорвать, третий палец пытается разорвать. На утверждение, например, я здесь есть, ну, вот точно, да, то есть я точно есть, мне тяжело разорвать, мое тело говорит истину, мне тяжело разорвать. Меня здесь нет, разрывается легко, да, как бы я не удерживала, но оно разрывается, когда я говорю, когда я говорю ложь, да, и, например, у меня есть намерение, да, либо там запрос что-то реализовать, не знаю, выйти на определенный уровень дохода, увеличить доход в три раза, да, мой, я нахожусь в контексте запроса на этапе захотеть, нет, на этапе позволить себе, нет, на этапе притянуть, да, в моем случае, на этапе усвоить, нет, проявиться, похоже, что это в моем случае почти близко с притянуть, измениться, нет, наиболее актуально притянуть, нет, наиболее актуально проявиться, да, да, можно вот таким вот образом просто протестить, на каком этапе вы находитесь, это один вариант теста, для того, чтобы вы могли не просто теорию прослушать, да, практически определить, не получается сейчас, запишите, да, основные этапы, погуглите потом мускульный тест, натренируйте, очень полезная штука, мега крутая штука, очень рекомендую, вы сможете это делать, еще раз, кто хочет кубиком, и кто доверяет своему кубику, полю, welcome кубику, еще один вариант, как это можно протестить, листы, пространственные маркеры, пространственные маркеры, когда вы берете листы, например, шесть листов, да, а называете шести, то есть просто эту таблицу, по большому счету, можно выложить на полу, да, берете шесть листов, шесть этапов, нет звука, окей, говорим про поросят, интересно, как это будет потом на записи, когда при первом же нет звука, я начинаю говорить про поросят, есть звук, ура, поехали дальше, так вот, берете шесть листов, назначаете каждый лист, этап захотеть, этап позволить, этап притянуть, и чувствуете, да, что-то чувствуете, становитесь на лист, и чувствуете, где вашему телу комфортнее всего, это там, где вы находитесь, да, можно пространственными маркерами, вот этими вот листиками вы назначили, взяли листик, написали на нем, этап захотеть, назначили этап захотеть, нашли на него место на полу, второй листик взяли, написали этап, позволить, назначили его этим этапом, позволить, нашли место на полу, и так шесть листов, и потом ходите, становитесь, тоже почувствовать себя в теле, посмотреть по сторонам, сказать, я здесь есть, ощутить тело, ощутить, как стопы стоят на полу, как ткань одежды соприкасается с телом, с кожей, почувствовать, встать на листик, сказать, что я здесь чувствую, да, и почувствовать, найти тот листик, на котором вам комфортнее всего. Это там, где вы находитесь сейчас. Вы можете определить, на каком. Иногда вы будете удивлены, что вы находитесь не на том этапе, на котором думали, это раз. Дальше. Подумать, как это проявляется в вашей жизни. Попробуйте сейчас, только я буду рассказывать дальше, про... Я сделаю это упражнение, очень круто. Спасибо. Поисследовать, да, где вы находитесь. Это может оказаться открытием для вас, что вы, в принципе, смотрите не в ту точку, в которую следовало бы. Далее. Двигаемся дальше. В каждом этом этапе есть определенное количество... Так, вижу вопрос. Количество блоков. В списке их получается девять. В списке их получается девять. Идентичность, проекция, травма, лояльность. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Значит, девять. Хорошо, значит, я перепутала. Я просто... Я поняла, почему перепутала. В общем, вот тот список, который написан. Значит, девять. Так вот. Основные блоки, которые мешают тот либо иной этап пройти. Основные блоки, которые тот либо иной этап мешают пройти. Идентичность. Что имеется в виду? Я вам сейчас предложу. Идентичность то, что я знаю себе. Но вот здесь в контексте нашей работы мы будем говорить... Ага, вот все то, что я вам только что рассказала, это, оказывается, был прошлый слайд. Ну, извините. Почему вы застряли? Один из блоков, один из причин, один из блоков, почему человек застрет на том либо ином этапе и не двигается дальше. Внутри вас кубик показал пять. Пять – это проявиться. Либо проявиться, либо проявить о себе. Проявить для себя. То есть либо проявить для себя, либо проявить себя для социума. Подумайте, как это в вашей жизни, как это соотносится, как это проявляется в вашей жизни. В каждом человеке есть различные части меня. Есть та часть меня, которая сейчас вещает и кайкует от этого. Я люблю вещать. Мне это нравится обычно. Есть часть меня, которая потом... Которая, пока я вещаю, думает... А сейчас потом вкусненькая будет. Есть та часть меня, которая параллельно, например, завтра готовится вести работу с шоковой травмой. Есть часть меня, которая мама, есть часть меня, которая... Верните, пожалуйста, таблицу. Верну, пожалуйста, таблицу. Мы к ней еще вернемся. Мы сейчас просто каждый из пунктиков вот этой таблицы будем подробнее... Сделайте скриншот, может быть. Мы сейчас каждый пунктик этой таблицы подробненько обсудим. Что это за зверь такой? Как его определить? Что с ним делать? Сделать, чтобы я могла двигаться дальше? Дальше, да? Вот точно. Я начала делать посты, раскрывать занавес деятельности. Супер! Это, кстати, очень хорошо работает. Прямо, прям, прям, да. Окей. Я думаю, что увидели. Я не знаю, ну, сфотографируйте. Мне бы хотелось дальше, да, чтобы можно было двигаться. Вернула, еще пару минуточек подождала. Нажать кнопку скриншота недолго. Поехали дальше. Так вот, в каждом из вас есть та часть вас, которая отвечает за реализацию вашего запроса. Пишет, Оксана, у меня два выпало. Теперь сижу в шоке. И это про то, что вы себе по каким-то причинам не позволяете. Они позволяют себе по разным причинам. Кто-то не позволяет, потому что считает себя где-то в глубине, в глубине, в глубине, в глубине недостойным. А кто-то не позволяет себе, потому что считает, что цена, которую придется уплатить за это, слишком высока. А кто-то не позволяет себе, потому что считает, что платить просто нечем будет. Ну, то есть не просто цена высока, а мне нечем будет рассчитаться за счет, который мне предоставит мир. Женщины часто, я встречалась, боятся, что цена их успеха будет их семья. Ну и тут многое, да, тут искать почему. Так вот, я предложу вам сейчас познакомиться немножечко с той частью вас, которая ответственна за реализацию запроса. Вы можете просто прикрыть глаза. Ну, честно, сразу честно признаюсь, да, есть, например, когда я веду игру «Кесса в грани денег», там есть отдельный этап, когда мы работаем с вот этой вот та часть меня, которая ответственна за реализацию запроса, там мы работаем с картой, с проективной картой, портретной, да, и там ответы более, ну, во-первых, ответы более глубокие, во-вторых, там сразу становится понятно, что с этим делать и как привести ту часть меня, которая ответственна за реализацию запроса в состояние «хочу, могу и буду», потому что, да, нет, не так, давайте сделаем упражнение, а представь, можно прикрыть глаза и представить внутри себя, у вас есть запрос, да, есть то, с чем вы хотели, ну, то, какую пользу вы хотите, да, и внутри вас есть та часть вас, которая ответственна за реализацию этого желания, этого запроса. Посмотрите, какая она эта часть, вот эта вот там девочка, мальчик, женщина, мужчина внутри вас, как она выглядит, сколько ей лет, какая она, как она выглядит, куда смотрит эта часть. Возьмите вот две-три минутки времени, ну, три много, чтобы хочется больше, хочется все успеть, а не просто это упражнение, да, почувствуйте, какая эта часть, как она выглядит, куда она смотрит. Поделитесь, если есть желание. Что она чувствует, вот эта вот часть внутри вас? Видит ли она ваше желание? Знает ли она о вашем желании? Мне 7-8 лет, смотрю на папу и дышите, Оксана, пожалуйста. Дышите, почувствуйте стопы, дышите, почувствуйте стопы, посмотрите по сторонам, потому что может укрыть боль, аж мне больно как-то стало. С надеждой похвалы. Моя девочка бежит гулять, девочка смотрит направо, но не знает, что делать дальше. Маленькая, которая страдает, что мама постоянно нет рядом. Вскрюченная в клубок, возвращаемся, прохлопает себя по стопу. Она подросток, смотрит вперед, дровит ее путь. Она дерзкая, с юмором, отлично, у меня выпало 4. Есть у нас след, она себе нравится, она сексуально красиво, уверенно смотрит вовне, на людей, получает удовольствие самой себе, круто. Девочка лет 15, которая мечтает. Все, возвращаемся, прохлопать себя по телу, буквально прохлопать ей, ну, я не просто так говорю, да, хорошенечко-хорошенечко по телу, пошевелить пальцами ног, посмотреть по сторонам, да, сделать несколько глубоких вдохов-выдохов, хорошо. Если есть вода рядом, сделать несколько глотков воды, выпить, заземлиться, почувствовать себя здесь и вспомнить, сколько вам лет на самом деле. Сколько вам лет на самом деле, можно не писать в чат, но вспомнить, как вас зовут и сколько вам лет на самом деле прямо сейчас, посмотреть по сторонам. Мне, например, 41 год, меня зовут Светлана в этой жизни, слава богу, мне в целом все нравится, да. И я женщина 41 года, мне 41 год сейчас, вы проделаете с собой то же самое, а теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Можно не отвечать, просто подумайте. Ваши запросы ведь, правда, не соответствуют возрасту 4-7 лет? Ваш запрос реализовать девочка 4-7-15 лет вряд ли может. У вас запрос взрослой женщины, а часть, которая ответственна за реализацию, застревает в каких-то процессах, являясь ребенком. И эта одна девочка не может и не хочет, абсолютно верно, не может и не хочет, она в своих процессах, она застревает, застряла, да. Вот это вот та часть вас, которая ответственна за реализацию запроса, она застряла в какой-то ситуации с детства. Мы сейчас пойдем посмотрим, посмотрим дальше, но ожидать от ребенка, что он реализует взрослый запрос, ну, можно, но вряд ли эффективно, да. Один из простых быстрых примеров, да, где застряла ваша энергия, то есть только что вы просто побывали там, где застряла ваша энергия, куда уходит ваша энергия, которую, в принципе, можно было бы подрастить и направить на реализацию запроса. Это первое, да, почему вы застряли, потому что кто-то сидит в ожидании похвалы, кто-то страдает, что нет мамы, кто-то страдает, кто-то чувствует себя сексуальной и драйвит, и тогда я бы здесь поинтересовала. Вот там, где сексуальность и драйвит, там, конечно, шанс на реализацию есть. Вот, но тоже немного, почему? На драйве много сделать можно, на драйве сложно удержать результат. То есть результат там может быть, но там есть риск слива. Опять же, просто потому что подростковая вот эта вот сексуальность и драйв, она, ну, она не устаканенная. Она может много, да, там, напором, кайфом, драйвом взять, но удержать, устаканить, сделать это нормой будет сложно, да, потому что одного драйва мало. Дальше. Да, если кого-то сильно укрыло, закрыло глаза, идёт, и тогда просто попробуйте взять её за руку и сказать ей «открой глаза». Потому что с закрытыми глазами, ну, далеко тоже не… Можно прийти не туда, куда надо. Дышать, дышать, дышать. Боится, значит, держите её за руку и скажите «я с тобой, я достаточно взрослая, чтобы обеспечить тебе безопасность». И дышите рядом с ней. Ну, и тут надо исследовать, конечно, чего боится, почему боится, у какого опыта боится, да, то есть у неё, значит, есть опыт, куда она сливается, и из-за которого она боится. Что-то мне такое подсказывает, что нужно было больше давать это упражнение. Спасибо большое, Татьяна. Поехали дальше. 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 Проекции. Что ещё может вас удерживать на том либо ином этапе? Проекция. Что значит проекция? У вас внутри у всех, как есть внутренние части, да, есть внутренние фигуры, есть то, что вы знаете внутри себя, внутри себя ощущаете. Не то, что вы головой думаете, а то, что вот это вот внутреннее знание о том, какой ваш папа, какая ваша мама, какая старшая сестра, какая, ну, какие-то значимые фигуры. Значимые фигуры. Итак, наша психика работает по пути сохранения энергии. Когда вы заходите в комнату, вы не изучаете, что является столом, что столом, что человеком, а что собакой. Вы безошибочно определяете в большинстве случаев разницу между живым и неживым, одушевлённым, неодушевлённым, мебелью и людьми. Да, как это происходит? Вы заходите, у вас 2-3 секунды, 2-3 параметра – мебель, 2-3 параметра – животное, 2-3 параметра – человек. То есть вы заходите и сканируете, да, и то, что по определённым параметрам подходит, ставится призма и дальше погнали. С людьми вы делаете так же самое. Вы, может, этого не замечаете, это происходит в течение несчитанных долей, секунды. Когда вы не исследуете нового человека, вы как бы знакомитесь, но ваша психика такая, 2-3 параметра – мама, 2-3 параметра – папа, 2-3 параметра, не знаю, там, старшая сестра, воспитательница в детском саде, первая учительница, дядя. И вы начинаете выстраивать отношения с людьми, как если бы это был папа, либо мама, какая-то любая внутренняя фигура. Теперь. Всё будет, конечно, прекрасно. Спасает вас только то, спасает вашего человека звук. Ну, танцуем, поём, пляшем, ничего важного не говорим, несём ахинею. На записи будете это всё слушать. У тех, у кого будет запись, будете ржать и хохотать. Как я умудряюсь ни о чём говорить в протяжении там какого-то количества минут. Тут есть, ура-звук появился, можно продолжать дальше. Да, можно, напишите ещё кто-то, что тут есть. А то тут одно. Есть, 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 всё, ура, есть, поехали дальше. Народ, честно, ничего важного не говорила, несла ахинею. Так вот, человека, с которым вы это проделываете, спасает единственная штука. С вами он давно проделал всё то же самое. Можно не заморачиваться. То есть он тоже уже в вас какую-то внутреннюю фигуру так прицелил, спровоцировал и общается не с вами, а со своей внутренней мамой и папой, ну, либо кем-то внутренним ещё. Далее. Когда, как это относится к деньгам? Два момента. Первое. Мы вспоминаем, что деньги – это обмен, обмен с социумом, обмен с людьми. Если я в каждом втором вижу маму, которая меня оценивала, отвергала и говорила о том, что я там чего-то недостойна, и я это вижу в каждом втором, да, вероятность того, что мне будет легко выходить в социум, заявлять о себе и говорить народ, у меня реально есть то, что вам надо, да, я действительно могу вам помочь в этом, в этом и в этом. Вероятность минимальна, потому что я себя буду ощущать, мне будет страшно, я буду бояться, что меня оценят, что меня обесценят, что я вообще не имею права не то, что денег зарабатывать жить. Это проекции, да, это про то, что я вижу большинство, ну, социум через какую-то проекцию, это один момент. Второй момент, поскольку деньги являются, ну, структурой, обладающей определенным сознанием, да, я сегодня говорила, что, в принципе, я сегодня говорила о том, что, в принципе, люди, в принципе, деньги уже выходят на уровень стихии, что это огромнейший, один из самых больших эгрегоров на планете, да, в мире, ну, в принципе, не буду рисковать, там, да, сравнивать масштабы эгрегоров, но это мало чем уступает эгрегорам религии, да, а это самые большие эгрегоры, да, и, тем не менее, деньги достаточно хорошо проникли туда. Так вот, эта энергия обладает определенным уровнем сознания. Поскольку эта энергия обладает определенным уровнем сознания, то мы с ними просто делаем так же само. Вы взаимодействуете с деньгами, одеваете, ну, видите, смотрите на деньги, как через призму какой-то значимой фигуры. Простейший тест. Представьте перед собой деньги. Тоже несколько глубоких вдохов-выдохов, если есть глоточек воды, сделайте просто, чтобы переключиться между процессами. И представьте перед собой деньги. Угу. И почувствуйте, что чувствуете вы и как деньги смотрят на вас. Как вы смотрите на деньги и как деньги смотрят на вас. И какие у вас ощущения к деньгам, когда вы смотрите на них? И какие строго смотрят? Так, приехали. Ага. А если я их не вижу, то я бы, конечно, спросила, почему вы не хотите их видеть? То есть, ну, это ваше внутреннее представление. Да, представляют доллары. Ощущение недоступности, недосягаемое, недостойно. Угу. Давайте еще пару комментариев, будем расшифровывать. Вот если я их не вижу, тогда, ну, тогда для чего вы выбираете «не вижу»? Вижу и даже зовут еще к большим. Угу. У меня деньги, видимо, маленького мальчика, который меня боится. Слишком желанный, как на ребенка смотрит. Ну, вот смотрите, когда деньги смотрят на вас с ожиданием, строго, обесценивающе, смотрят, как на ребенка. Что-то еще я тут интересненького видела. Так. Недосягаемые, недоступные. Да, вот это вот все, это про то, что у вас на деньгах кто? Ну, то есть через кого вы смотрите? Кто на вас так смотрел? Кто в вашей жизни был для вас недосягаем? Кто на вас смотрел с осуждением? Кто на вас смотрел строго? Да, кто? Бабушка, мама. Да, приехали. Бабушка, мама. Угу. Иногда это может быть папа, иногда это может быть... Ну, вот чаще всего это бабушка, иногда это может быть дедушка. Это вот самые-самые близкие, да? А у меня в виде толстосума, недосягаема. И тогда посмотрите, кого вы считали недосягаемым толстосумом. Даже не обязательно толстосумом. Кого вы считали недосягаемым и за это... И опробовали из-за его либо ее недосягаемости обесценить, да? Ну, как-то присутить. И это про то, что вы выстраиваете отношения с деньгами, как с мамой, папой и так далее. Да, то есть не сами деньги. Честно, да, для тех, кто деньги не видел, я бы задала вопрос, почему страшно их посмотреть? Это ваше воображение, да, и вы сами выстраиваете. То есть ваше воображение точно подчиняется вам. Вы сами выстраиваете тот образ, который... Ну, который... Который был задан в задании. То есть я выстраиваю отношения с деньгами, как с ребенком. Скорее, деньги же смотрят на вас, как на ребенка. Поэтому похоже, что вы выстраиваете отношения или вы его видите, как ребенок. Сейчас посмотрю. Не увидела. Как на ребенка смотрят. На меня смотрят, как на взрослого. Нет, это не... Может быть, вы выстраиваете деньги соотношения, как с ребенком, но скорее всего... Я сейчас фантазирую, да? Мне на самом деле маловато информации, чтобы прям вот дать обширную диагностику. Но я бы сказала, что вы взаимодействуете с деньгами, как с кем-то из ваших старших родственников, возможно, даже родителей, которых вы усыновили. Что значит усыновить? Знаете, есть такая парентификация, когда дети становятся родителям, своим родителям. Вот это что-то про вот это. Ну, моя фантазия. Я... Еще раз. Мне слишком мало информации, чтобы на самом деле давать развернутую диагностику. И у нас слишком мало времени на развернутую диагностику. Но это очень похоже на то, что вы взаимодействуете с деньгами, как с родителем, для кого вы... Ну, чью ответственность вы несете на себе. Потому что смотреть на деньги, как на ребенка, это... Гордыня сейчас не как ругательство, да, как констатация факта. Гордыня, обусловленная безопасностью. Вот это. Здесь на это надо смотреть. Так, меня за деньги все время унижали, что я никто никогда не заработаю, что я никто ничего у меня не получится. И тогда это, скорее всего, мы говорим, ну, вот в случае Галины, это больше про травмы. Не вижу, скорее, из-за того, что я маленько уперлась как в огромном монстре, не вижу целого. Сейчас так вижу. Очень может быть... Так, похоже на правду, это мама. Да, очень похоже на то. Ольга. Ну, и тогда просто сделайте несколько шагов назад. Еще раз. Друзья, коллеги, это ваше метафорическое пространство, и вы можете делать несколько шагов назад. Так, аж мурашки пошли. Ощущение, что строгий отец рассмеялся и перестал играть в игру строгого отца. И мы гордимся друг другу. Супер, Андрей. Ну, круто. Ну, Андрей, приходится признать, да, что в твоем случае, в отличие от большинства, у тебя уровень проработать просто... Да, это же наш Андрей, мой Андрей, да. Андрей, ну да. Ну, понятное дело, что такие результаты у ведущего кэсов. То есть сидит ведущий игры кэсов в грани денег и удивляется. Прошедшее обучение, знающий в сети то, как это прорабатывать, знающий, прорабатывающий это сам с собой, прорабатывающий, готовящийся прорабатывать с другими людьми. И удивляется, что это космос, когда он знает, как работать в проекте. Ну, Андрей. Не, ну круто, конечно, я рада за тебя, но я не удивлена, потому что, ну, ведущий кэсов, что какие еще результаты могут быть. Окей, дальше. Травма. Да, как один из вариантов. Вот тут мы не будем сейчас туда погружаться. Прохлопались, посмотрели по сторонам. Да, ну вот, например, то, что написала Галин, да, что за деньги все время унижали, никто никогда не, никто, я никто, никогда их не заработаю, что я никто, ничего у меня не получится. Это один из вариантов травмы, только, похоже, пролонгированная травма, когда травматизация происходит, ну, из раза в раз, из раза в раз, из раза в раз на протяжении, там, какого-то времени, да. И тогда часть, на самом деле, когда травма, последствия травмы, это когда часть ответственная за реализацию запросов ребенок. Вот если вы представляете, видите, что часть ответственная за реализацию запроса ребенок, травма, ну, то есть это значит, что ребенок застрял в какой-то травматической ситуации, да, которая имела место быть. Мы не будем долго и много рассказывать про травму, чтобы немножечко вскользь, во-первых, для того, чтобы успеть, во-вторых, ну, для того, чтобы не погружать вас в травму. То есть мы ничего сейчас не вспоминаем. Я просто расскажу немножечко теории. Да, когда мы играем в кессы в грани денег, то там, да, там идет погружение, там идет проработка, там идет ресурсирование, чтобы эту часть из травмы, ну, дать ресурсы, оттуда выйти, я, в таком случае, хотела проработать те травмы, которые влияют напрямую на деньги. Честно признаюсь, на деньги влияют не только прямые, да, прямые – это когда травма связана с деньгами, вот как пример Галины, например, да, Галина же писала, да, вот эта травма связана с деньгами. Есть травмы, связанные с достоинством и самооценкой, которые косвенно очень сильно влияют на деньги. Частично мы их прорабатываем, частично это отдельно там работа с шоковыми травмами. Дальше. Когда происходит травматизация, душа ребенка не выдерживает того уровня боли, который, не выдерживает того уровня боли, который ей приходится пережить. И она для того, чтобы как-то справиться, она как будто бы часть себя оставляет, вот это вот то, что вы увидели, там, 4 годика, 7 годиков, да, как будто бы часть себя остается вот в той ситуации, а оставшаяся часть продолжает жить. Вот эта вот память про эту травму, да, она как в заблокированном кусочке энергии. И по сути человек взрослый, Галина, вижу, сейчас отвечу. По сути во взрослом своем состоянии человек, к взрослому своему состоянию человек приходит, как бы это помягче сказать, порубленный на кусочки. Ну, извините, это не получилось помягче, но как-то не так много времени помягче выбирать, да. То есть с оставленными, ну, отнюдь не целостность, с оставленными кусками себя в прошлых травмах. И этих кусков не хватает для того, чтобы всю эту энергию собрать и направить в желаемое русло. Это раз. Да, и два. Постоянно требуется энергия, чтобы эти куски, ну, как бы не соприкасаться с ними, чтобы не чувствовать эту боль. Потому что эти части помнят ту боль, которую пришлось переживать, и они продолжают в этой боли вариться. Как разобраться с травмами? Отвечаю, есть два варианта разбираться с травмами. Ну, в моей картинке Вира, так чтобы это быстро и сейчас, да. Если это травмы, то есть частично с некоторыми травмами мы разбираемся в игре КС в грани денег, да. Это разбор травмы на уровне ментально-эмоциональной. Вот есть ментально-эмоциональный уровень, когда там есть практика, причем эта практика остается впоследствии с человеком, он может откручивать ее столь угодно много раз, когда прорабатываются травмы, связанные напрямую с деньгами. Это один вид, да. Это есть, я про это расскажу. Это с 15 декабря будет эта программа, это двухмесячная программа. Да, игра КС в грани денег. КС в грани денег. Я автор этой игры. Этой игре уже, по-моему, более 5 лет. Написать, не знаю, как написать. КС в. Будет она грани... Будет последний поток. Написала здесь. Будет последний поток в этом году, последний поток по этой, по старой цене, и потом я сделаю длительный перерыв в этой игре. У меня сейчас другие программы, я не буду ее вести. Это когда мы говорим про травмы, связанные с деньгами. Это ментально-эмоциональный уровень, когда прорабатывается через медитацию, через определенные практики. Мы это прорабатываем. И есть физический уровень, телесный уровень. Это шоковые травмы, когда уровень боли зашкалил настолько, что ребенку казалось вообще все трындец. Ну, то есть, когда было too much, когда казалось, что я это не переживу. Очень часто шоковые травмы потом амнизируются и забываются. Не буду сейчас очень сильно рекламировать, потому что группа по работе с шоковой травмой стартует завтра. Поэтому, ну, это отдельный проект, это большой длительный проект работы с травмой через тело, с памятью, которая в мышцах, то, что не получается достать сознанием, то, что сознанием 357 раз осознал, а внутри продолжаю себя чувствовать так же. Вот когда это такой эффект работы с шоковыми травмами, это работа с группой, это работа через тело в телесно-ориентированном подходе. Звук. Звук, 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 звук. Могу помолчать немножечко, могу поговорить. Звук, звук, звук. Ну, я пока, кто магичит? Я не знаю, кто магичит. Я пока что просто не с охинею. Пока подожду. Есть. Ура, появился. Вдруг будет интересно. Окей. Появился. Хорошо. Поехали дальше. Это про травму. Да? Я прям быстро... Вам нормально вообще такой темп, который я держу сейчас? Да? Ну, если... Нормально. Хорошо. Стильно, во-первых, я не очень люблю толочь воду в ступе. Во-вторых, мне мое любимое хобби – это впихнуть невпихуемое. Поэтому, ну, ну, держитесь, впихиваем. Окей. Дальше. Значит, про травму мы много не говорим. Есть, знаете, простой способ поисследовать, какие есть травмы. Я вам дам сейчас как задание, ну, как домашнее задание, если вы захотите. Написать историю, когда вы начинаете спать, не просто личная история, а те, кто проходили терапию шуковых травм, выдыхаем. Это не это задание. Написать. Вот вспоминайте свою жизнь, и все, что вы помните, негативное про деньги. Да? Все, что вы помните, негативное про деньги, вы начинаете записывать. Вот эта история, вот эта, вот эта, вот эта, вот эта, вот эта, вот эта. Вы получаете целую серию травм, да, если вы хотите. На самом деле, если вы начнете систематически их прорабатывать, вы измените свою жизнь колоссально. А как понять, где была травма? Смотрите, первое, можно сделать то, о чем я только что говорила. Когда вы начинаете вспоминать, садитесь, берете ручку, начинаете вспоминать, как, ну, если бы я, например, вспоминала, да, я бы, самое первое мое воспоминание травмы в контексте финансовой основы, это как мама меня обзывает, у меня мама, на самом деле, совершенно чудесная женщина, которая мне обеспечила, которая сделала из меня хорошего специалиста, психолога. Например, когда мама меня обзывает к Купчишке Матроди, моя девичья фамилия Купчик, фамилия моего папы Купчик, и Купчишья Астрозия за стремление или там за желание чего-то, ну, более там вкусного, либо более хорошего, либо за стремление к комфорту, да. Это был первый такой, ну, достаточно сложный момент. Или когда мама с гордость, значит, рассказывает, не так, упрекает меня в очень уничижительной форме о том, что я хочу царствовать и барствовать, да, за стремление к комфорту. Потом, например, я вспомнила, когда меня там, когда мама сильно переживала и кричала за то, что у нее там сложности с деньгами, а я тут, понимаешь ли, мороженку захотела. И вот вспоминай, 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 вспоминай ситуации, 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 которые были неприятные, вы народите прекрасный список для проработки. Повторю, что проработав этот список, это уже, вот, большие деньги не для нас. И тут, смотрите, травма, это даже не про то, что просто говорила мама, а что вы в этом себя чувствовали, да. Мама моя всегда говорила тоже бедные, бедные, но гордые, бедные, зато честные, вот. Мама была бедной, зато честной. Для меня это не было травмой. Для меня это не было травмой. А вот царство Тибарского, телекупчишья отродия, для меня это было очень травматично. Для меня это было больно. И здесь еще раз важно, убеждение, в которое вы поверили, или это действительно травма. Ну или там попытку меня выгнать из дома. В общем, у каждого свои истории. Королева приехала, да. А я появилась и связала по рукам и ногам. Ну это вообще про то, что на ребенка одевают ответственность за его рождение, которое всецело принадлежит маме. У богатых свои законы. Да, то есть вы начинаете исследовать. Это один момент. Второй момент показатель травмы. Честно говоря, я без травм не видела. Когда вы вспоминаете, пытаетесь так со стороны посмотреть. Вот когда вы примеряете ситуацию, которая происходила с вами, и примеряете эту ситуацию на своего ребенка. И вот если вы смотрите на своего ребенка, и думаете, о ужас, как же так вообще, то это про то, что... А смотрите при этом на себя, и думаете, ну в принципе, фигня какая-то, я же справился. И вот это тоже показатель на то, что травма была слишком зашкаливающая. Я, например, когда смотрю на свою дочку, я там из дома убегала, мне 4 года было, когда я начала убегать из дома. Вот я смотрю на свою дочку и понимаю, что я вообще не представляю, как бы это у меня лебеденок, в 4 года я еще всем убежала из дома. Я вообще не очень представляю эту историю. А для себя на себя смотрю, и думаю, ну в нормальном сейчас все справилась же. Окей, поехали дальше. Лояльность. Лояльность. Еще немножечко осталось. Ну, немножечко так. Лояльность – это мы уже приближаемся к влиянию из родовых систем. Увы, все являетесь членом своей родовой системы. Вы так либо иначе имеете родителей, да, это ваша семейная система, имеете бабушек, дедушек, и дальше у вас начинаются предки. И с одной стороны предки, и родовая история, родовая система – это колоссальнейший ресурс, это потрясающе, это настолько мощная энергия, это настолько колоссальный ресурс, когда вы подключены к колоссальному ресурсу и наследуете это как ресурс, то, ну, у вас открываются огромные дороги, у вас начинает меняться жизнь, у вас выстраиваются удивительные истории. Но с другой стороны, чаще всего-то мы люди бывают подключены, ну, подключены в любом случае, подключены в любом случае. Вопрос просто к чему, что вы наследуете. Звук. Так, ну что, продолжаем нести ахинею уже, звук, 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 звук. Ну, единственное, вы можете быть спокойным, так, веселимся. Нет, не веселимся. Продолжаем дальше, я все-таки жду. Не сочнее, единственное, вы можете быть спокойным, что когда нету звука, я не говорю ничего важного. Есть, ура, вот теперь я могу говорить важное что-то. Так вот, когда вы появился, отлично, ура. Так вот, когда мы с родовой системой, да, мы, люди, наследуют те тяжелые, незакрытые истории, которые имеются в родовой системе. Как бы повторяя так либо иначе, некую, что значит незакрывшаяся история, это история, в которой не было признана благодарность. Звучит страшно, есть такие ужасные истории, которые вообще не очень понятно, за что там могло, за что там в принципе можно быть благодарны, но тем не менее, история, которая не была принята, интегрирована как опыт с благодарностью, она остается открытой, она, это как будто бы открытая рана, прикрытая платочечка. И потомок на уровне души, вот эти истории происходят на уровне души. Как это происходит технически, мы сегодня немножечко разберем, мы очень подробно это разбираем и нейтрализовываем на КЭС, вот это вот КЭСа в грани денег, сегодня немножечко возьмем. Потомок на уровне души, как будто бы поворачивается к предку, да, с руками помочь. Если вы представите себе, представите себя сейчас, да, представьте себя, почувствуйте опять же тело, вы в теле, и представьте, что по левую, просто в вашем воображении, тут даже не надо карты, иногда это делаем на картах в игре, но здесь даже карт не надо, просто представить, что по левую руку стоит фигура боли вашего рода, фигура боли, да, вот все те потери, потерянные дети, болезни, смерти, горе, беда, вот фигура, знаете, как большая фигура, олицетворение боли рода, а по правую руку от вас стоит фигура, которая будет называться мой личный, ваш личный успех и благосостояние. Вот представьте себя в такой дихотомии, в такой вот, да, с одной, с левой стороны боль, вот вся глубокая боль вашей родовой системы, а с правой стороны ваши личные успехи и благосостояния. И почувствуете себя и тихонечко, тихонечко почувствуете, вот, а куда душа смотрит? У большинства из вас душа повернется к боли. Если вы почувствуете тело, не голову, что да, мне от боли надо бежать, мне надо к успеху, а если вы почувствуете тело, то голова будет говорить, беги, тебе надо к успеху, а тело захочет развернуться к боли, как к чему-то очень-очень большому, родному, любимому, с желанием помочь и спасти. Вот это то, что начнет происходить с вами у большинства. Окей, теперь, может быть, это не частый случай, но здесь есть два момента. Либо вы когда-то это уже прорабатывали, либо вы больше думаете головой, либо логик сильнее. Ну, может быть, и то, и то. Может быть, такое, что логику вернут, а если справа ничего не увидела, ну, то вы слишком сильно увлечены левым. Вот, если прорабатывали, прорабатывали, ну, супер, тогда да, да, тогда это как, ага, так вот у тех, кто, смотри, те, кто повернут к правым, здесь два варианта. Либо вы прорабатывали уже эту тему, круто, отлично, да, это как один из примеров. Либо вы логик, много, больше логика. А если вперед, ну, то вы выбираете, не смотреть, то вы стоите на месте, да, когда есть только два направления, либо туда, либо туда, либо в бой, либо к успеху, вы стоите на месте. Впереди не было задания фигуры. Слева исчезающая фигура наполовину. Красиво, девушка. Да, тут вопрос даже не что, не кто, ну, не как выглядит слева и справа, а куда тело хочет. Вот выключить голову, расслабиться, и тело, в большом славе, тело будет поворачиваться в боль. Это про то, что на уровне души, да, на уровне души есть импульс помочь, спасти, но когда человек развернут, что у вас должны появляться все эти блоки, да, супер, если тело повернуто, право, отлично, значит, возможно, этот блок у вас проработан. Ну, это прекрасно. Для тех, у кого это не проработано. Это один из примеров, то есть есть целая серия, как это проверяется, но идея лояльности, это в том, что из преданности потом и как бы обернут назад, да, пытаясь помочь спасти предка. Он наследует на себе, наследует некую, какую-то тяжелую историю, и тогда оказывается несвободным нести, несвободным для своей судьбы. Он как будто бы несет историю предка, проживает историю предка, да, в своем, в контексте, в финансовом контексте, да, не, ну, лишая себя свободы проживать свою судьбу. Чисто технически, чисто технически, например, мы когда, когда я веду кэсов, там есть задание, когда два, две карты, когда через карты определяется, кто предок, какой предок, как взаимодействует с душой потомка, с душой клиента, да, и какое качество у них одинаковое. Вот это качество очень часто, то качество, которым предок часто даже, предок, простите, потомок часто даже гордится, потому что это может быть доброжелательность, это может быть осторожность, это может быть смелость, да, и такое унаследованное качество. Потом я задаю вопрос, а как это унаследованное качество? Попробуйте подумать, есть ли у вас какое-то качество унаследованное, которым вы гордитесь? Это вот первый вопрос, да, это второй вопрос. Есть ли унаследованное качество, которым вы гордитесь? И как это качество, которое вы считаете хорошим, может мешать вам реализовать запрос, реализовать вашу финансовую цель? Потому что лояльность очень часто проявляется именно через наследуемое качество, которое мешает, которое считывается как хорошее, условно хорошее, но при этом мешает реализовать запрос. И это то задание, над которым участники бьются очень тяжело и очень долго, но потом, когда находят, как бы это сказать помягче, пребывают в очень большом удивлении, обнаруживая, как вот это вот условно позитивное качество используется ими так, что это мешает реализовать запрос. Я бы поисследовала, как упорство, ну то есть у меня есть картинка, как упорство может реализовать запрос, может мешать, мешает тем, что проню туда, да, харизму ощущаю насколько, что боюсь сказать что-то не то. Вот, 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 да, и потом мы делаем определенные практики, как это, ну, как это менять. Дальше, следующий блок, у нас сильно немного осталось времени, следующий блок, переплетение, не будем слишком долго на этом останавливаться, это когда, когда человек живет не свою судьбу не только через качество, а через события уже. Опекаю всех, доброта мешает, да, переплетение это тоже влияние из родовой системы, это когда в вашей родовой системе есть исключенные из рода, не знаю, абортированные детские, тайна, без вести пропавшие, да, исключен, люди, которым не дано уважение, потомок идет в переплетение, но это тотально, больше про тотальные переплетения, жизнь тотальность, сферичную, ну, переплетение, которые полностью, да, живет жизнь предка, и есть когда переплетение в какой-то конкретной сфере, сфере. Те, кто живет полностью жизнь предка, ну, там, там сложно, да, они редко доходят до игрекесов, если совсем уж по-чешному, да, а те, кто живет в какое-то переплетение, делается работа по восстановлению родовых связей, по приглашению в род всех исключенных, и это то, что, то, что, ну, кардинально разворачивает судьбу, да, это такая большая практика в течение минимум семи дней, которые, минимум семи дней, которые делаются по выстраиванию родовой системы. Не буду очень долго, потому что сейчас давать вам упражнения, ну, упражнения давать сейчас, наверное, может просто времени даже не хватить, и плюс это очень глубокая история, я бы не играла, ну, не пойдем мы, то есть есть, знаете, как родовые системы, это те системы, которые нужно заходить с глубоким, глубоко и с глубоким почтением, а не просто вскользь. Вторичные выгоды. Следующее, это вот все та же самая, да, та же самая табличка, которую мы с вами проходили. Вторичные выгоды. Ответьте на вопрос, что хорошего в том, что у вас чего-то не получается, и что плохого произойдет, если получится. Это, да, причем ответ ничего, ну, не принимается, понятное дело, да. Что хорошего в том, что в том, что не увеличен доход в три раза пока что, для начала. Что в этом хорошего? Ну, можно лениться еще, например, да, можно там, не знаю, график сделать себе послабее, больше времени, спокойнее, вот пишет Ольга, да. Что плохого произойдет, если это случится? Ну, в моем случае, например, будет больше, ну, жестче график, наверное, хотя вот, честно говоря, не факт. Вот эти два вопроса, опять же, да, когда мы работаем именно с этим по вот этой таблице, то там выявляются через карты, через работу с картами, выявляются такие вторичные выгоды, о которых с первого раза ты вроде и не подумаешь и не обратишь внимания. Но, тем не менее, и здесь очень важно, а потребность в чем стоит за этим? Вот потребность, какая потребность стоит в том, что спокойнее без увеличенного дохода? Что стоит за этим спокойнее? И как по-другому ее можно реализовать? Что за этим стоит и как ее можно реализовать по-другому? То есть вторичная выгода – это та плюшка, по сути, та выгода, та «польза», в кавычках, чуть-чуть извращенная, которая проявляется через то, что запрос все еще запрос, а не реализованный факт. Что ваш в три раза увеличенный доход – все только желаемая история, а не уже фактическая. Можно не напрягаться, спокойствия, из плохого не буду принадлежать себе. Вот тут не могу сказать, нет ответа. Просто что значит не принадлежать себе? Здесь история про формулировку, что стоит за конструктом «не принадлежать себе», что это значит. Потому что здесь, если проспаковать, то здесь будет еще несколько ограниченных убеждений о том, что деньги можно зарабатывать только тратя на это там х времени, а по-другому никак. Я, например, знаю, как можно по-другому. То есть можно здесь исследовать. Это один момент. И второй момент очень важный был у меня только что в голове и вылетел. Если верну, вернется, скажу. Так, бесконечные звонки, месседжи, встречи, совещания. Прекрасно. На очень многое из этого можно взять, например, ассистента, который очень совершенно чудесным образом может многие вещи закрывать и решать, если этого ассистента грамотно и хорошо обучить. Категорически не хочет мне умная вещь возвращаться в голову. Прям ощущаю, что летает где-то в районе виска, но не хочет. Вернется, скажу. Поехали дальше. Точно поехали дальше, да? Умная же мысль была, но вылетела. Ну да ладно. Зависть со стороны, чувство неловкости почему-то. Зависть со стороны, люди, которые... Ну, смотрите, зависть со стороны и страх зависти. Да, это про то же убеждение, что зависть, она может быть вредной. И а как вам идея, что если это зависть со стороны, то чем больше вам будут завидовать, тем больше у вас будут деньги? Вот как вам такая идея? Потому что зависть, очень многие очень сильно боятся зависти, но по факту и по сути. Зависть – это внимание. Внимание, зависть – это внимание. Это самый ценный ресурс, который в принципе только может быть. Это энергия, направленная в вас. Да, то есть вы, люди, многие люди стремятся и как-то прыгают из штанов, чтобы внимание к себе привлечь. Да, а когда вы находитесь в состоянии страха, и это внимание условно негативное летит в вас, оно может вас ударить. Когда вы находитесь в состоянии 500+, это если по шкале Хокинса, любовь и выше. Если вы находитесь в состоянии, когда вы любите себя медленно, просто в кайф, да, в состоянии кайфа, и это внимание летит в вас, оно, знаете, помните в школе модуль, да, но негативный, негативный этот знак, минус, он теряет. И к вам в поле заходит просто энергия. С энергии в поле становится больше. Ну, как вариант. Мое личное отношение к зависти. Внимание, зависть – это вообще большой подарок людям вам. То есть им энергию, они свою энергию, без того, чтобы направлять на реализацию своих каких-то целей и заниматься своей жизнью, они ее дарят вам, да на здоровье, ребят, завидуйте, пожалуйста, сколько, ну, пусть. Тут важно не про то, завидуют мне или нет, а тут важно про то, в каком я нахожусь в состоянии, если мне, ну, да, тогда, когда мне завидуют. И попробуйте посмотреть на это таким образом. Зависть вообще очень чудесная штука, прекраснейшая штука, если уметь с ней готовить, если уметь с ней обращаться. Поехали дальше. У нас осталось, я правильно понимаю, у нас осталось только 10 минут, да, Екатерин? Успеем. Поехали. Так, ассистент тоже страх брать, а вдруг мне ищем будет ей заплатить. Что я буду тогда делать? Вот страх. Ну, Лиля, вы, да, в поликарии есть куча страхов, есть практики проработки этих страхов. То сама же сможет, понимаете, ассистент это тот человек, который увеличивает, ну, то есть любой ассистент ли, любой сотрудник, это тот человек, который приносит в вашу компанию деньги, часть из которых вы оплачиваете ассистенту. Часть из которых вы оплачиваете ассистент, то есть условно появился ассистент, ваш доход увеличился там на такое-то количество. Да, поэтому важно смотреть, когда вы берете любого сотрудника, еще раз, будь то ассистент, будь то любой сотрудник, попробуйте смотреть на сотрудника, как на человека, не которому вы будете затрачивать на него деньги, а человек, который деньги в вашу компанию приносит. Любой собственник, да, руководитель бизнеса, я много работаю с предпринимателями, смотрит на свою команду, как на люди, приносящие мне деньги. Звук, звук, хорошо, ждем, 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 когда появится звук, звук, когда появится звук, еще немножечко, ждем, звук, вижу, да, ну, что делать, ну, звук. Энергия штырит, да, и так бывает, может быть, именно поэтому. Я первый раз у меня, чтобы прям вот так вот звук пропадал, ура, звук есть. Так вот, повторюсь, предприниматель, который берет на свою работу человека, он берет дополнительный канал денег, он берет человека, которому он не будет платить зарплату, а который будет приносить мне в бизнес деньги, часть из которых я буду отправлять на зарплату. Попробуйте посмотреть на человека, который вы берете на работу вот таким образом и обозначить конкретно, по каким параметрам вы будете замерять, сколько денег этот человек вам в дело в бизнес принес. И тогда не страшно на себя и того парня. Не знаю про на себя и того парня, да, но еще раз, нет смысла. Поэт, и тут очень важно понимать еще один нюанс. Когда мне говорят иногда, меня уволили потому что, я иногда говорю очень-очень жестокую вещь. Я вообще в работе очень жесткий бываю персонаж, честно. Я говорю порой очень жестокую вещь. Я говорю, людей, которые приносят деньги, не увольняют. И тогда вопрос, ну да, бывают самодуры, не без того, никто не отменял самодурство, никто не отменял вообще смену перепутки, смену в бизнес, ну, перепутки ролей, динамики родовые в бизнесе. Никто этого не отменял. Это все имеет место быть. Но один из девизов, человек, который приносит деньги, не увольняет. И нанимают людей тех, которые приносят деньги. Вот этот вот фокус меняется, начинаете понимать, как этот человек будет приносить вам деньги. Да, у меня есть ассистент, например. Я очень прекрасно понимаю, как мой ассистент приносит мне деньги. Она берет на себя, когда она заходит в проект, она берет на себя определенную зону ответственности и работы, высвобождая мне мое время, я за это время занимаюсь другими вещами, которые приносят деньги. Да, то есть, и по сути, ну, я не плачу ей зарплату со своего кармана, да, отнюдь нет. У нас есть договоренность, и она приносит мне время, и это деньги. Далее. Это про вторички. Следующее. Друзья, мы чуть-чуть задержимся. На самом деле очень не сильно, но тем не менее. Так, есть звук, отлично. Спасибо, Иванович. Мы можем, например, за пять минут позже хотя бы немножечко еще будет времени. Да, конечно. Супер. Дальше. Убеждения. Что, прохлеснуло убеждения, что ли? Ну, убеждения и ассоциации, они очень близки. Убеждения, да. Что такое убеждения? По сути, убеждения – это система убеждений, определяет реальность человека. Если вы заходите в абсолютно темную комнату, вот, в тотально темную комнату с фонариком, где у меня тут нет фонариков, у меня тут есть почти фонарик, да, с фонариком. Этот фонарик дает какой-то след. Вы видите только то, что освещает фонарик. Все остальное для вас в темноте. Кто-то заходит в комнату, вот в мой кабинет сейчас кто-то бы зашел, да, если бы был темнота, кто-то бы сказал, что это комната со столом и компьютером, кто-то бы сказал, что это комната с собакой, нету собака, да, кто-то бы сказал, что это комната, не знаю, там, с цветком, уж не буду цветок поднимать, да, и все были бы правы, хотя находились все в одной комнате. Потому что кто-то высветил собаку, кто-то высветил цветок, кто-то высветил стол и компьютер. И это определяет реальность. По сути, ваше убеждение – это то, что вы высвечиваете в слое реальности, считая реальность таковой. Как найти убеждение? Есть целая серия. То есть можно выписать все, что думали ваши родители, как относились к деньгам мама, как относился к деньгам папа. То есть есть целая серия, как звук. Я пою песенки, можно не переживать. Я не знаю, что такое, может, правда, шкалит энергия, что тоже имеет место быть. И тем не менее, говорим ерунду, несем ахинею. Не знаю уж почему, звук, да, я понимаю, вижу, ничего не говорю, вернее, говорю ерунду. Ура, есть, вернулись. Да, делайте анализ. Опять же, когда мы играем, там есть определенные карты, определенные вопросы, как выявить наиболее глубокие убеждения, но даже выявляя убеждения, которые на поверхности, начиная их менять, это уже меняет слой реальности. Вы вдруг начинаете думать по-другому. И, как сказала одна моя клиентка, что так можно было? То есть вот этот момент после смены убеждения, что так можно было? Убеждения. Проанализируйте, что думали ваши мамы, что думали ваши папы. Есть... Если хотите, можно писать. Я не буду сейчас рассказывать, но вы можете забить в Google и найти аналоговый переход от нет к да. Да, это техника, вообще-то переговорная, но если ее использовать, переписывая убеждения по этой схеме, по схеме аналогового перехода, тогда начинает тоже, ну, начинает по-другому немного... То есть получается немножечко думать по-другому. Либо, ну, либо в Элком в Кэсов. Там есть техника... За что я люблю вот этот вот большой проект Кэсов? За то, что все те техники, которыми мы прорабатываем убеждения, лояльности, переплетения, вот все то, о чем я говорила, да, эти техники от травмы, эти техники остаются потом у людей, и в любой момент, когда найдено новое... Звук, да? Тут, твою мать, извините. Звук. Вижу, вижу, вижу. Ну, что я могу? Ну, квак. Квак, ря, звук, мух, рю. Ну, говорим, продолжаем. Я представляю, как все то, что я сейчас говорю, всю ту ахинею, как она вообще записывается, как она будет отдельно звучать на записи. Это просто трындец. Есть, отлично. Да, я говорила о том, что все эти техники, которые есть в Кэсов, они остаются у людей, потом, вспоминая, да, встречаясь с каким-то новым убеждением, которое нужно выковырять и поменять, у человека есть инструмент, он может пойти это и сделать, да, даже без необходимости, ну, бежать куда-то, искать кого-то, с кем бы это проработать. Так, убеждения. Ассоциации. Ассоциация, стоять, вернемся назад. У нас осталось 6 минут, мы на финишной прямой почти. Где можно поиграть в эту игру? В эту игру можно будет поиграть, начинать с... Это большой проект. Это игра, которая будет длиться 50 с чем-то, там, почти 60 дней. Это будет последний набор на ближайшие, ну, по меньшей мере, наверное, полгода. Но я точно не буду вести, у меня там другие проекты. 15 декабря можно написать мне, есть вот мои контакты, можно написать мне в Вайбере, в Инстаграм, в Фейсбук. 15 декабря старт этой игры. Во-первых, последний старт по старой цене. Во-вторых, последний старт, ну, на ближайшие полгода, скорее всего, я сделаю перерыв, потому что я буду работать с другими проектами. Это такая 6, 60, почти два месяца глубокой проработки практически вот всего того, о чем я говорила. Цена этого проекта – это онлайн, это в удобное время. Да, народ, давайте я договорю про это онлайн, это в удобное время, то есть это видеозадание, это постоянная связь со мной, с моим ассистентом. Я про ассоциации еще не договорила. Цена не сказала, стоимость двухмесячного проекта стоит 100 долларов. Ну, собственно, да, с тем, что остаются все. Вот это последний проект по этой цене. Ну, больше, во-первых, я почти полгода не буду его вести, скорее всего. Во-вторых, потом, когда проект этот выйдет, вернется, цена будет другая, это точно. Ну, потому что. Так, при условии, что все инструменты потом остаются у человека, у него появляется навык, как изменить убеждения, есть техника, как проработать трудовую историю, есть техника, как изменить вторичную выгоду, есть техника, как ассоциации дуальности, сейчас проговорю тоже, то есть это все инструменты, которые человек потом уносит с собой, да, как прорабатывать травму и может просто делать более расширенную проработку уже самостоятельно, даже без сопровождения моего либо моего ассистента. Ассоциации, ассоциации. Самое прямое, самое-самое-самое простое. Напишите, пожалуйста, у нас еще пару минут буквально есть, что для вас деньги. Что для вас деньги. Вот самое первое. Что для вас деньги. Я догадываюсь, что для большинства сейчас напишет, кто-то напишет комфорт, кто-то напишет власть, кто-то напишет возможность, кто-то напишет развитие, кто-то напишет путешествие, кто-то напишет, ну вот, 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 да, я не глядя, я не глядя, я просто не один год работаю с этим. Вау, боль, фига себе. Возможности, свобода, лучшая качество жизни, сфера обмена, ну, сфера обмена, как энергия обмена, успех, возможности. Вот смотрите, все, кто написали, ну, кто боль, это прям вот, это прямая ассоциация, да, то есть тут даже вообще играть, ну, не то, что играть надо, тут-то как раз надо работать с этим. Опасность, да, это то, из-за чего вы деньги в свою жизнь не пускаете. Там, где опасность и там, где боль, понятно, да, деньги равно боль, деньги равно опасность, здесь даже не, ну, не, можно долго не гадать, а вот те, кто написали возможности, комфорт, там, власть, радость, свобода, успех, возможности, тра-та-та, да, это то, из-за чего вы деньги в свою жизнь не пускаете. Это связка, да, возможно, сейчас у вас будет непонятка, и первые так открываются глаза, я не пускаю в свою жизнь возможности, я не пускаю в свою жизнь свободу, да, поисследуйте, чем для вас опасна свобода, поисследуйте, чем для вас опасен успех, чем для вас опасна радость и так далее. Для меня, я приводила как-то пример, для меня долгое время, и сейчас тоже, для меня деньги равно комфорт, да, для меня деньги – это комфорт, было и есть, и до сих пор, и был, единственный мой прикол был в том, ну, моя сложность и мой влог, был в том, что я себе очень долго не могла разрешить комфорта, просто потому что, помните, я вам говорила, да, упрек мамы о том, что ты любишь царствовать и барствовать, как раз за стремление к комфорту, и этот упрек был настолько уничижителен, что мне было страшно, для меня комфорт был равно, да, отвержение мамы, недостойно маминой любви за свое стремление к комфорту, и я не блокировала, я не пускала к себе деньги для того, чтобы, ну, не разрешать себе комфорт, поисследуйте, это простая, прямая ассоциация, когда деньги равно что-то, и вы тогда не пускаете в свою жизнь не деньги, а вот это то, что на второй конце ассоциации, ассоциации есть прямые, ассоциации есть косвенные, прямая – это вот то, что мы сейчас только что сделали, косвенная ассоциация – это когда деньги не фигурируют, как слово, но косвенно влияют на то, чтобы не пойти в деньги, да, дальше, инкарнационный заряд, мою свободу всегда ограничивали, и тогда свобода, возможно, равно опасность, либо свобода равно, так, инкарнационный заряд – это последнее, на чем мы сегодня с вами будем говорить, это немножечко, и об этом говорить немножечко, ну, наверное, странновато, но я думаю, что люди, которые пришли сюда, уж точно слово душа не испугают, идея о том, что, о том, что когда-то, что у нас тут, есть звук, отлично, идея о том, что когда-то мы были воплощены в других телах тоже, просто предположите, что если в прошлом, в прошлой жизни вас убили из-за денег, так вот случайно вышло, да, вероятно, что в этом году будет все просто, ну, маленькое, да, либо если вы в прошлом году убили из-за денег, тоже вероятность небольшая, иными словами, если в прошлом воплощении, либо в каком-то из прошлого воплощения, у вас есть опыт, больших неприятностей, связанных с деньгами, клятвы и серии «я все отдам за тебя», клятвы, обеты, отречения, это имеет, оказывает огромное влияние на ту вашу нынешнюю реальность, потому что иногда душа, условно, забывает отменить обет данной в прошлой жизни и продолжает, не понимая, не осознавая на уровне сознания, тянуть его в это, да, мысли с этим тоже работаются, иногда, когда человек потом вспоминает то решение, которое было принято в прошлом воплощении, очень-очень удивляется. Так, ну, я тут прикрепляла, но мы не будем уже долго про это останавливаться, что происходит после того, как люди играют в игру, если кто будет покупать запись, там вы сможете почитать, я, в принципе, буду об этом постить, об этом можно говорить. Я поспрашивала участников, которые закончили игру, ну, не сразу, потому что игра разворачивается, это не про то, что вы сегодня закончили игру и завтра у вас все поменялось, разменяться начинают уже в процессе и потом это разворачивается. Я стала, понаписала нескольким участникам, которые закончили игру, там, три месяца назад, полгода назад, год назад, то, что они писали, что у них успели поменяться, там муж уже устроился на работу, квартиру продали, что теперь сделать, когда определишь свои блоки? Смотрите, когда вы определяете свои блоки, да, по-хорошему идти и прорабатывать. Не буду сейчас долго на это тратить. Если мы говорим про убеждения, то я вам порекомендую, если и вы не готовы идти в программу, найдите, например, аналоговый переход от нет к да и попереписывайте эти убеждения и эти вторички через аналоговый переход. Для того, чтобы переписать убеждения, оно не полностью изменит, но оно сильно начнет, оно уже начнет оказывать влияние и менять. Аналоговым переходом от нет к да можно переписать частично убеждения. Со вторичками очень похоже, но там нужно найти, какая потребность за этой вторичкой стоит и как ее удовлетворять по-другому. Работа с родовыми системами, как это сделать, это тоже это идти в работу, но я здесь сейчас точно не смогу дать вот такой вот рецепт, как это изменить. Так же сам эта работа с травмой. То есть, по сути, когда вы это определили, да, у вас есть два варианта. Я же не знаю уровень, уровень, ну, уровень навыков, владения инструментами вас и всем, и в принципе, всей аудитории, которые, которые здесь есть. У каждого есть уже какие-то свои наработки. Кто-то может пользоваться своими наработками, кто-то может идти welcome в программу. Я буду очень рада провести по всем, не просто по некоторым, а по всем абсолютно этим блокам, да, и помочь их попрорабатывать. Программа будет стартовать 15 декабря. Это будет последний поток по старой цене и по меньшей мере последний поток на ближайшие полгода. То, что будет в программе, да, это программа, это игра кэсов в грани денег, которая сделана для онлайн-проработки в удобное время для каждого участника, да, на протяжении 60 дней, 50 чем-то, почти 60, мы прорабатываем все, вот все вышеперечисленные блоки. Это то, что позволяет и увидеть то, что очень долгое время было скрыто и не пускало в изменения. Это позволяет сдвинуть то, что годами с места не сдвигалось, не получалось изменить. Я очень быстро пролистала отзывы, там об этом, ну, потом, посмотрите, на паузу увидите, там об этом пишут участники. Да, это запустить во многих сферах на самом деле изменения, потому что деньги это не про деньги, деньги это всегда только следствие. И это получить инструменты, которые остаются до, которые остаются после окончания игры для самостоятельной работы в том числе. Игра проходит в онлайн, игра проходит в закрытой группе в Facebook, когда раз, ну, есть определенный график, когда выкладывается домашнее задание, человек получает, там, смотрит это видео, получает карту, выполняет задание по этой карте, получает обратную связь, получает задание по проработке, то есть как именно изменить то, что было найдено и расковыривано, когда та часть меня, которая ответственна за реализацию запроса, приходит в состоянии не маленького, испуганного ребенка, да, а в состоянии взрослого человека, в состоянии хочу, могу и буду, когда меняются убеждения, то есть выявили убеждения, просмотрели задание, получили карту, выявили убеждения, переписали убеждения, интегрировали новые убеждения. Вы задание по вторичным выгодам, выявили вторичные выгоды, выявили, какая потребность, переписали вторичную выгоду, интегрировали новое. Да, это большая самостоятельная работа. Да, это не про то, что человек приходит и полностью ведущий ведет на себя. В таком формате онлайн, если это моя Татьяна, то ей это скоро предстоит, в таком формате, я просто не знаю, какая-то Татьяна, в таком формате это действительно работа, но за эти 60 дней с теми техниками, которые там есть, можно изменить и сдвинуть с места то, что годами и десятилетиями не сдвигалась. И из большого-большого плюса, как по мне, инструменты, которые там применяются, то есть перепрошивка убеждений, ассоциаций, вторичных выгод, работа с родовыми системами, работа с травмами, эти все инструменты остаются у человека и навыкы с этим взаимодействовать и работать, остаются у человека, и он потом не привязан, он может потом при желании, там инструментов достаточно, чтобы поменять жизнь, переписать ее, он потом не привязан к необходимости бегать и искать, если надо, что-то случилось, он может в принципе нашел какое-то убеждение, нашел какой-то блок, у него есть инструменты, как это проработать. Это будет с 15 декабря, записываться можно, написать мне по любому из каналов. Все, друзья, коллеги, спасибо за то, что все это время были со мной. Да, с днем психолога, точно, точно, еще с днем психолога. Сейчас буду, сейчас еще чуть-чуть и пойду отменять, отменять, отмечать. Спасибо, что это время были со мной. Я очень надеюсь, пишутся суперконтент, спасибо. Очень надеюсь, что не зря, что это время, проведенное со мной, было для вас не зря, что вы получили удовольствие, что вы получили пользу. Спасибо, что, несмотря на то, что звук периодически лагал и пропадал, вас, вы оставались все это время и не психанули, выключив вообще, как это называется, браузер. Очень рада, очень рада, что вам понравилось. Спасибо всем. Вам хороших результатов работы, вам эффективно, интересно работать с собой, вам хорошего начала и продолжения в следующей неделе. С вами была Светлана Горбач. Для тех, кому интересно продолжение знакомства, welcome, можно подписаться на меня в соцсетях. Welcome в проект Кэсов Грани Денег для тех, кто готов работать глубоко. Всем пока-пока. я с вами прощаюсь и отключаюсь. Да, я же отключаюсь. Я отключаюсь. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok